И снова здравствуйте. Привет. Как бы там я не относился к глянцу. Работать в глянце – это мечта. Он несколько лет со мной не здоровался. Жить главного редактора. Ты сначала умоляешь агентство дать тебе хорошую модель. Фотографа для тебя снимать. Начальство дать бюджет. Ты ушел, про тебя забывают все. Воспоминание о глянце звучит так, как будто это было в прошлой жизни. Но, наверное, это было в прошлой жизни. Ты стилистом стал, мечтая поработать с Ксенией Собчакой. По иронии судьбы, ты стал стилистом ее конкурентки Ирины Живой. Сейчас время, господи, прости, возможностей. Мы поддержим русскую моду. Ну, куда деваться, точнее, когда вышла эта обложка. Тысяча комментариев с проклятиями. И вот эти все резания сумок – ну, это тоже абсолютный хайп. Как человек, который был очень долго в очень большом плюс-сайзе, мы делаем одежду не для того, чтобы удивить редакторов моды. Шоппинг сегодня превращается в такой своеобразный квест. Абсолютно. Моя свобода – это иметь возможность в любой момент зайти в магазин и купить то, что я хочу. Пишите «Надежда Стрелец» либо мне в директ, и мы вас обязательно пристроим. Ну что, чирс, ура. Блин, я рада тебя видеть. Взаимно очень. На, еще разочек. Ну что, за хороший разговор. Давай. Ну, с тобой всегда хороший. С тобой плохих не видела. И снова здравствуйте. Привет. Я никого не снимала дважды. Ты единственный человек, кого я снимаю второй раз. История с Гуччи впервые рассказываю на экранах. Спасибо за то интервью, на самом деле. Оно для меня тоже очень вовремя вышло. Вот как-то оно прям вовремя. Мы пишем это интервью в тот день, когда глянец переживает абсолютно какой-то эпохальный момент. Очень многие бренды отосвали лицензию. Например, «Кондонаст» не стал эту агонию продолжать и просто распустил редакции, а «Индепендент Медиа» поступили по-другому. Они на почве, на российской локальной почве придумали новое название, не распустили редакции в основном. И сегодня мы узнали о том, как будут называться новые бренды. Пожалуй, самое крутое во всей этой истории – это то, что у людей останется работа. Как бы там я ни относился к глянцу, считаю, что там работают настоящие профессионалы. И здорово, что у многих людей останется возможность работать и продолжать идти к своей мечте. Потому что работать в глянце – это не только возможность заработать деньги, а в большинстве случаев именно не это, а возможность реализовать свою мечту. То, что недавно в ЦУМе я обедал, и за соседним столом сидел Игорь Гаранин, главред GQ, закрывшегося тоже. И он несколько лет со мной не здоровался вообще. Ну, я увидел, что он сидит рядом, думаю, ну, раз у нас традиция не здороваться, здороваться и не будем. В итоге он ко мне сам подошел, сказал привет, сел ко мне за стол, и мы как-то очень мило, приятно поболтали. Я, собственно, у него спросил, что он чувствует по поводу закрытия глянца. Он мне сказал следующее. Он сказал, представляешь, у тебя есть мечта, и ты к ней пришел, а потом у тебя ее забрали. И это правда так? Ну, это так, да. Работать в глянце, это мечта, это как работать на телевидении, как работать в искусстве, наверное. Вот ты пришел, у тебя есть эта мечта, и ты уже ее осязаешь, ты уже главред. Я сейчас не только об Игоре говорю, а о всех других, наверное, представителя глянца. И у тебя забирает мечту. И круто, что у некоторых мечту все-таки не забрали, и мы ее сохранили. Но, возможно, у некоторых-то была мечта работать в Харперс Базар, а не в журнале «Символ». А у некоторых была мечта работать в Esquire, а не в журнале «Правила жизни». Нет, подожди, мы не видели еще журнала «Символ». Не видели, не видели. Может быть, это будет новый SNC, какой-нибудь классный, альтернативный. Я очень на это надеюсь, но... Надеешься, но не веришь. Не знаю, потому что, насколько я понимаю, многие работали так самозабвенно, теряя себя, возможно, в какой-то степени, именно потому что это имя. Работать в «Воуг», работать в Харперс Базар, работать в журнале «Эль», а потом ты работаешь с никому неизвестным за рубежом, в журнале «Символ». А очень многие работали под этими большими именами, потому что это какие-то двери. Ну, это знак престижа. Конечно же, ты представитель большого бренда. А тут ты представитель бренда «Символ», который когда-то был Харперс Базар. Я надеюсь, что это будет потрясающий журнал. Я надеюсь, что там будут классные материалы. Но пока-то мы не знаем. И, насколько я понимаю, о принте пока речи не идет. Речь идет о перезапуске диджитал-версий, правильно? Да, да. И будут они в итоге печататься или нет, пока никто не знает. Вообще, хочу тебе сказать, что именно с твоего телеграм-канала я узнал о новых названиях журнала и о том, кто будет, собственно, ими руководить. Поэтому пока я думаю, что нужно радоваться, что сохранены рабочие места. Пока нужно радоваться, что у людей будет возможность писать о моде и делать материалы о моде. Надеюсь, что там работают фанаты моды, а не просто фанаты бренда. Я с тобой абсолютно согласна, потому что сейчас хлынуло на рынок столько людей из конденаста, которые ни в каком виде не продолжают работу. Американцы в этом смысле наиболее принципиальны. Они российскому рынку шансов не оставляют никаких совершенно. Что касается французов, Эль же еще пока теплится, надежда, что Эль останется. Там все гораздо более позитивно. А Грация итальянцы, так им вообще пофигу, они остаются на рынке. Вот Грации повезло. Грации, кстати. Вот бренд. Кто бы мог подумать, Роб Репорт и Грация, два неубиваемых бренда оказались. Прекрасно. Все так много иронизировали на эту тему. Всегда казалось, что Грация и Роб Репорт, но это вроде бы глянец, и вроде бы бренды, и вроде бы все равно не первого эшелона. А сегодня вот они вышли на передовую. Катя, я тебя очень рада видеть. Взаимно. Это такое, знаешь, ностальгия такая по прошлой жизни. Мы с тобой работали в одном бренде. И сегодня мы пишем это интервью в тот момент, когда у почти всех глянцевых брендов в России отозвали лицензию. Глянец сегодня из России уходит, ну, по крайней мере, международные бренды, и на их базе образовываются какие-то новые имена. Последние пять лет ты была главным редактором Эль Раша. Насколько эмоциональным был твой уход? Столько, сколько мы видели. Ну, наверное, сложно с чем-либо сравнить. Тот лайфстайл, который дает Глянец, ну, этого, наверное, больше нигде не получить. Наверное, стоит объяснить зрителям, почему это такая среда, из которой очень тяжело уходить. Глянец как наркотик. Потому что, несмотря на то, что это были не какие-то феноменальные зарплаты, ну, у топ-менеджеров еще, да, но все равно. То есть это лучшие отели мира. Это мероприятие типа Каннский фестиваль, недели моды. Ты сидишь на первом ряду недели моды. Ты уходишь из глянца в ситуации, когда нет уже и глянца. У меня действительно была сильная ломка, когда я уходила из ВОК. Когда я была фэшн-директором, ВОК, они все конкурируют друг с другом. То есть ты не конкурируешь с журналом, с русским Эль и с русским Базар. У тебя внутренняя конкуренция с ВОК Италия, ВОК Британский ВОК. То есть они там очень такая сложная система взаимоотношений. Они пытаются всегда забрать фотографа на эксклюзив. Стивен Майзелл много-много лет снимал только для итальянского ВОК. Также для русского ты постоянно пытался, мы с Викторией Давыдовой, тогда она была главным редактором, пытались получить хороших фотографов, нам их не давали. Очень много было высокомерия в наш адрес. Патрик де Маршилье, он был первый, кто согласился с нами снимать. И так смешно, что он долго-долго выставляет свет, что-то шуршит, шуршит. Потом подходит, чик, один раз на кнопочку. Говорит, снято. Я говорю, ну как же, давайте еще раз. Он говорит, ну хорошо, давай. И еще там пару раз нажмет, и ты понимаешь все равно. У тебя идет журнал, именно тот самый первый кадр. Конечно, когда я уходила из ВОК, работая с такими фотографами, как Любомирский, Патрик, тогда мне было очень тяжело. Сейчас, когда мы все остались без работы, не потому что тебя уволили, или тебе надо было выбирать между семьей и работой, просто потому что вот так случилось. И да, сейчас начнется новая жизнь без Каннского фестиваля. Наверное, сейчас самое время отсидеть, наверное, первый и второй декрет, как я смеюсь, взять паузу, которая у меня никогда не могла себе позволить. Не только потому, что из-за финансовой ситуации, потому что ты ответственна за ребенка, тебе надо оплачивать счета, но также ты постоянно бежишь, боишься что-то не успеть, боишься что-то упустить, пропустить показы. Это вообще было просто... Даже мысли такой в голову не приходило. И в то же время, как ты правильно сказала, ты уже настолько без этого не можешь жить, что ты просто ни на секунду не отпускаешь это. Тебе, кстати, никогда в окне звали на голове? Не, не звали. Но я не пошла бы. Я никогда больше в Канданас бы не вернулась. Ты постоянно нот гутенав. И ты с этим живешь. Маш, ты ветеран глянца? Ну да. 20 лет? 25. Тогда не было такого, что тебе нужно показать портфолио, чтобы пройти. Тогда я ассистировала, в том числе, приезжавшие из Голландии стилистки, чтобы снимать там, не знаю, пяток белых рубашек или синих рубашек для журнала Playboy. В какой-то момент я сказала, что дайте я попробую. Зачем тащить стилиста из Амстердама, чтобы сделать несколько здесь натюрмуртов? Давайте я попробую. И так и началось. Ты говоришь, что у тебя не было портфолио, но тогда, мне кажется, вообще ни у кого не было портфолио, потому что не было социальных институтов, никаких связанных с производством медиа, особенно медиа не особенно, в первую очередь медиа глянцевых. И Playboy был одним из первых же изданий, которое появилось на российском рынке. Ну это правда. Сначала был Moscow Times, Zoderco. Потом он купил лицензию на Cosmopolitan. И третий журнал, который появился, был Playboy. Потом уже появились и Bazaar, и Men's Health, и Домашний очаг. Уровень журналистики тогда был просто невероятный. Playboy был всегда изданием, в котором печатались какие-то уникальные вещи. Рэй Брэдбери в американском Playboy первый раз был опубликован. А в нашем тоже, там же Ерофеев. Да, Ерофеев и Пелевин. И снимали Хакамаду. Ну то есть это был Playboy. Кого только не снимали, делали большое интервью с Аллой Борисовной Пугачевой, вот бы его поднять, сейчас сравнить с нынешними. Это, в общем, были золотые годы. Мы росли вместе с рынком, мы всему учились вместе. И это все было очень гармонично и очень классно. У нас между собой не было такой, как бы, безумной конкуренции на уровне неприятия друг друга, которым, мне кажется, все закончилось, к сожалению. Каждый, кто работал в глянце, особенно на топовой позиции, это доступ к телу знаменитостей мировых Алиста. Ты выкладывала с Вёрджилом, с Эльбасом, твои воспоминания о глянце. Воспоминания о глянце звучит так, как будто это было в прошлой жизни. Ну, наверное, это было в прошлой жизни. Из плейбоя мне предложили присоединиться к команде GQ, и это был номер один, и, ну, в общем, до последнего времени был номер один мужской глянец. И когда все-таки со второго раза запускали гламур, я сама, условно, постучалась в дверь моей тогда непосредственно начальнице Анны Харви, которая культовый совершенно человек, она была стилистом принцессы Диана. И меня Анна Харви спросила, ты уверена, что ты из первых рядов, ты понимаешь, что GQ – это первый ряд, это самые, как бы, самые сладкие там, селебрити и главные фотографы. Гламур – это немножко степбэк, то есть это сразу, там, на третий, условно, или на пятый ряд на показах. Я говорю, ну, для меня это все равно будет первые относительно женских показов, и так я смогу войти. И, в общем, я очень рада, что она меня поддержала. И первые семь лет я в гламуре проработала, я же не сразу вошла к главным редакторам. Я первые семь лет работала сначала с Викой Давыдовой, потом с Аллой Беляковой. Это было, конечно, невероятное время, невероятных возможностей. Действительно, когда то я снимала «Миранду Кер» в Мюнхене, то потом я полетела в Австралию за ней, чтобы взять интервью к этой съемке. Ну, в общем, это было увлекательно. Когда потом случилось назначение в ВОК, это было невероятно неожиданно для меня. Это, конечно, приятно, что меня в итоге позвали главной, вообще, как главного редактора, но на самом деле, честно скажу, мне не хватило школы, потому что все равно Конденаста, и особенно ВОК, это такая кузница кадров, и лучше проходить, то есть с точки зрения работы, изучения профессии любой, от продюсера, ассистента, стилиста и даже главного редактора, неплохо именно в этой институции проходить все стадии. Доступ к «Миранде Кер» это не потому, что я такая лично прекрасная, хотя, ну, условно между там тремя предложенными журналистами выбирали меня, но я думаю, в первую очередь, благодаря, во-первых, статусу, ну, и второй, наверное, все-таки есть такая черта, которая не так часто сейчас встречается, мне кажется, в журналистике, это не конфликтность. Я, в общем, отчасти рада, что я вышла из этой истории все-таки на год раньше, чем все остальные, мне бы не хотелось сейчас быть в поле тех, кто расстроен и ищет себя, и я как-то уже это дело пережила и нашла себя на совершенно другом поле, и неблагодарное занятие, но единственное, что я могу сказать, все-таки Кондунаст был всегда про высочайший уровень журналистики и фотографий и оценки моды, да, на фоне того, что ушли большие рекламодатели, на фоне того, что мир, моды меняется в соответствии с изменением мира вообще, и структуры мира. Сейчас просто очень сложно делать все то, что мы делали. У меня есть правило. Дома я максимально ограждаю себя от стресса. Не потребляю информацию, которая может вызвать тревогу. Провожу время с семьей. Очень важно в потоке дел и стрессовых ситуаций не забывать о себе. Стресс негативно влияет на нашу кожу. Сухость, отечность, морщинки, темные круги зачастую бывают и его причинами. И с подобными проявлениями стресса мне нужно бороться в том числе, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Уже почти два года я пользуюсь девайсами Форео и с удовольствием рассказываю вам о них. Мой главный помощник в вопросах красоты и молодости кожи гаджет с микротоками Форео Пер. Это технологичный и эффективный девайс, который за долгое время регулярного использования помог мне справиться с отечностью и добиться четкого овала лица. Все это благодаря безопасным микротокам. Они приводят кожу в тонус, чтобы не появлялись морщинки, заломы и улучшают кровообращение. Это сочетание практически моментально тонизирует кожу лица и повышает ее упругость. Я пользуюсь микротоками Форео Бер регулярно и очень довольна результатами. Текстура кожи выравнивается, уходит напряжение в мышцах, появляется здоровый цвет лица. То, что особенно нужно мне в обычной жизни и в кадре. К моему удивлению, эффект стал заметен уже через пару недель использования. Девайсы Форео безопасны. Все материалы гипоаллергенные, а специально разработанная антишоковая система регулирует силу микротоков и делает их абсолютно безвредными. Вы покупаете гаджеты Форео один раз, а вклад в здоровье вашей кожи становится постоянным. Я считаю, что это отличная инвестиция и рекомендую эти девайсы своим друзьям и подписчикам. Форео это технологично, современно, безопасно. Все подробности по ссылке в описании. Алико, привет. Привет. Твой первый опыт на ютубе сегодня. У меня это очень приятно. Ты меня лишаешь девственности в этом смысле. Вот видишь как-то. Да. Знаешь, у нас сегодня в выпуске четыре героя и круто то, что у нас есть такие мастодонты, можно сказать, фэшн-индустрии, главные редакторы глянца, серьезные, ну все четверо, кстати, все четверо, кого я пригласила сегодня, все стилисты. Кать Мухина, помимо того, что была главным редактором Эль, и персональным стайлингом занималась, и съемки для глянца, Маша съемки для глянца, Саша Рогов, ты знаешь, ну стилист сия Руси, и ты модный, молодой, ворвавшийся в фэшн-тусовку совсем недавно, и никто не понимал вообще откуда ты взялся. Причем мнения были разные, ты наверняка знаешь, было много критики. Да. Откуда ты взялся? Слушай, изначально я работал продавцом, я прошел большой кастинг, прежде чем устроиться на работу, да. Меня одели стоматолога. Я, значит, в медиамаркте, на Рублевке, как сейчас помню, продавал эти зубные щетки. Но, и, кстати, был лидером продаж. Вообще, где бы я ни работал, забегая вперед, я везде очень хорошо продавал. И потом, после зубных щеток, ты... 17 раз подал заявление HR в ЦУМ, меня не брали, но вы нас просто заспамили, давайте уже посмотрим на вас. То есть, это все-таки работает вот эта настойчивость? В моем опыте, наверное, да. Это правда, что ты стал стилистом благодаря Ксении Собчак. Легенда гласит, ты однажды попытался прорваться и прорвался на день рождения Аллы Вербер, чтобы встретить там Ксению Собчак. Да, я просыпаюсь и вижу объявление у Ксении Анатольевны в Инстаграме, что всем привет, я ищу ассистента, дерзайте, пишите на почту. Я, значит, записал видео. Я как сейчас помню, я записал видео в футболке против всех. Я только это нигде не говорил. Может, это видео у них осталось, не знаю. А, значит, я хотел тем самым показать, что я все знаю, я в материале, я смогу хорошо работать. Я за ней туда активно следил и мне, в принципе, она очень импонировала, до сих пор импонирует. И мне казалось, что это будет замечательным способом надеть футболку, записать видео. На видео мне никто не ответил. Тогда я начал мучить ее агента Кирилла Суханова. Кириллу большой привет. Кириллу. Вот. И он категорически не брал, потому что видел, что у меня нет для этого профессионального опыта. Потому что работа с тендом это не работа предавцом. Так произошло, что я попал на день рождения Аллы Констину Вербер, тоже произошло случайно. Потому что Ксения Анатольевна выставляет, что, значит, Алла Констину, буду вас целовать вечером. Я понимаю, что Ксения Анатольевна будет у Аллы Констину, мне нужно там пробраться. Значит, я прихожу, а меня никто не приглашал. И я такой думаю, наверное, это позор. Я так никогда себя в жизни не веду. Я максимально в этом смысле стабильный человек. Меня никогда так не шатает. Здесь ты почувствовал, что шанс. Я убегаю с работы, на такси доезжаю до Барвихи. Значит, там огромное количество охраны, люди, хостес. Я понимаю, что я не пройду. Либо сейчас, ну, как бы, я не прохожу и уезжаю, я просто так приехал. Либо сейчас я иду до конца и захожу туда. Значит, я подхожу с моим видом, хостес, и делаю вид, что я разговариваю по телефону. Здравствуйте. Нет, меня это вообще не устраивает, но вы знаете, не-не-не, так нельзя. Девушка, вы видите, дайте пройти. Все. И, значит, я прохожу, захожу, вижу всех. Вижу, значит, Андрея Малахова. Слева, значит, там, и выходит Ксения Анатольевна. Я говорю, Ксения Анатольевна, здравствуйте, я бы очень хотел попробовать. Она говорит, все вопросы Кириллу. И, значит, я опять попадаю на Кирилла, понимаю, что он меня не возьмет, потому что он не видит во мне этого профессионализма. И во многом она сформировала мой характер, так скажем, получается. А, Кирилл, да, кстати, Кирилл был один из первых, кто сказал, ты знаешь, вот, наверное... Если бы ты как стилист, мы бы с тобой поработали. А ассистент нет. Я еще тогда не понял, что мне нужно идти туда. Я просто мотал на ус. И в один из дней я просто встретил певицу Алину Чага. Случайным образом в Сочи нас познакомили общие друзья. Она была в продюсерском центре Ленина Дагутина. Я начал работать на нее как стилист первый раз, параллельно работая в Монклер с продажами. И тогда это был мой первый опыт стайлинга. Но ты с Собчак все еще не поработал как стилист. Не поработал, так что... Ну, то есть, получается так, что ты стилистом стал, мечтая поработать с Ксенией Собчак. Я бы хотел с ней поработать, но стал не из-за нее, а из-за себя, потому что мне это приносило удовольствие в первую очередь. Ну, тебя хотят... Ну, хорошо, тебя подтолкнуло это. Подтолкнуло, да. А в итоге, по иронии судьбы, ты стал стилистом ее конкурентки Ирины Шихман. Обычно стилисты, даже те, которые занимаются персональным стайлингом, они, как правило, какое-то имели отношение к глянцу, чтобы брать вот все эти вещи. Нужны же гарантийки, нужны же вот эти все связи и контакты. Как тебе это удавалось делать, когда ты к глянцу никакого отношения не имел? Это хороший вопрос. Это мои личные контакты, которые я использую. На Западе есть определенная коллаборация бренда со звездой. А тут ты чуть-чуть должен в таком слегка иногда неудобным для себя положением выбивать вещи. В чем твой лайфхак, что тебе дают под неочевидные форматы? Потому что люкс так тяжело получить на съемку для стайлинга, если это не глянцевая съемка. У меня не было таких прям жестких проблем, чтобы я сильно хотел вещь и сильно не мог ее получить. Такого не было. Всегда было, что я прихожу, если не могу получить как с ЦУМом, я либо уговариваю людей, либо показываю какие-то варианты, какие-то возможные коллаборации. Я здесь мыслю не как стилист, а как менеджер. Мы можем наблюдать возможность использования люксовых брендов на моих героев, которые я тоже с удовольствием отмечаю, продаю, пиарю и на шопинг-сопровождении тоже предлагаю эти позиции. Не потому, что я должен отблагодарить их, а потому, что мне приятно работать с брендом, который в том числе идет ко мне навстречу. Если говорить про пиар, есть определенная задача. Мне не нравится, что очень много личного в пиаре. Очень много, конечно. Анастасия Рештова или Олеся Кафельникова. Мне она не нравится, мне он не нравится, мне Надя Стрелец не нравится, мы ей не будем давать Луи Виттон. Это не наш герой. Это как бы личная позиция этого бренда. Это же не бренда, а пиарщика. Пиарщика. В этом смысле я надеюсь, что таких пиарщиков, если такие есть, будут, а такие есть, будет намного меньше. Почему все тебя так обсуждали? Потому что они понимают, как ты можешь брать топовые позиции, какие-то, люксовые в том числе, не работая в глянце. Потому что раньше крутой стилист, например, Катя Мухина, Вадим Галаганов, их знают благодаря глянцу, им доверяют, и им легче взять какие-то вещи под любую съемку, потому что большой кредит доверия. И плюс это была такая элитарная, закрытая тусовка. Тот же Саша Рогов сколько раз рассказывал, что его не брали в эту тусовку, уж как он не одевался, как он круто не выглядел. Ну вот этот вот свой закрытый такой мирок. И тут ты, минуя вот эту вот всю историю с глянцем, берешь как-то в обход этого глянца на каких-то своих, не знаю, контактах, секретах, лайфхаках, умудряешься получать под большинство своих героинь крутые вещи, крутые позиции. Я просто делаю чуть больше, чем стилист. Я еще и помимо стайлинга работаю как менеджер. Вот для меня это важно сказать. Стараюсь, не со всеми, но с некоторыми героями я еще их и веду. Корректируешь их позиционирование? Ну, так скажем, есть такие герои. Я не распространяюсь, кто это, но среди моих героев есть такие. Нету персональных маркетологов, например, как в Америке. У Дуалипы офигенные маркетологи работают, они офигенно делают шоу. Мы уже там целая команда. Вот. Посмотри, какую трансформацию, эволюцию пережил образ Ким Кардашьян. Который, кстати, можно провести параллель с Настей Решетовой. Можно, кстати, можно, да. Я мечтаю, чтобы у нас в России был маркетолог на каждый бренд русский, на каждого персонального человека, на каждую звезду. Кстати, когда-то под Ким Кардашьян не давали вещи. И ВОКа не приглашали. Когда-то ее не приглашали на Медгала, и ВОКа на обложку. Тогда скандал был лет 7 назад, не помню. Вот, Надь, это офигенное развитие. Вот, это, кстати, классный пример. Я хочу такого развития. А давай искать маркетологов. Маркетологи, дорогие маркетологи, пожалуйста, пишите на одежде стрелец либо мне в директ и мы вас обязательно пристроим. Я хочу и надежда тоже развивать эту индустрию. Спасибо. Здравствуйте. Доставку заказывали. Ой, привет, дорогая. Это все мне? Да. Пойдем смотреть. Пойдем. Это моя подруга, фэшн-блогер и стилист Вика Романенко. Сегодня Вика поможет мне с выбором обуви на съемку. Ну, расскажи, что ты мне принесла? Я принесла обувь любимого своего бренда H. Они очень крутые. Мне очень нравится, как они подходят к дизайну своей обуви. Я давно слежу за брендом, наверное, со времен кетно-танкетки. И важно, что они большое значение продают экологической повестке. За это, кстати, им большой плюс в карму. Давай начнем, наверное, с этой пары. Ой, это же как раз босоножки из их экологичной коллекции. Она действительно очень крутая. Я недавно вернулась из отпуска и хочу тебе сказать, что такие босоножки это моя любовь на всю жизнь. И на пляж таких можно. И вечером выйти куда-то, они подходят. Я все равно могу такое только вечером, а днем в аэропорт или на экскурсию все-таки кроссовки. Намек поняла. Вот твои кроссовки. Мне так нравится, что к ним буквально все, что угодно подойдет. Ну, в рамках стрит-стайла, да. А у тебя такие же, да? Да. Я помню, когда мы были на Эльбрусе, я просто жила у этих кедов из экологичной коллекции. Просто не вылезала из них. Ну, кстати, для моего сегодняшнего образа, для интервью, кроссовки не подойдут. Мне нужно что-то более женственное. Для таких случаев у Аш есть прекрасные дутые босоножки. Сейчас покажу. Вот они. Оу. Какая прелесть. Слушай, очень люблю дутые обуви. Это именно то, что нужно. Спасибо тебе большое. Рада волатья помочь. Друзья, в описании ссылка на магазин Аш. А до 25 июня по промокоду СТРЕЛЕЦ вы получите дополнительные 10% скидки, которые суммируются с остальными. Переходите на сайт, заказывайте понравившиеся модели для примерки и сделайте себе отличный подарок к лету. Ну и вообще все это, конечно, удивительно, что происходит в последние месяцы. Это из разряда наши нелепые шутки на кухне вдруг стали реальностью. Из разряда а что будет со всеми, кто работает в глянце? Вот эти люди пузыри мыльные. Вот что с ними случится? Сейчас ни в коем случае не хочу никого обидеть. Это большие специалисты, но так или иначе эго многих было раздуто. Вот мы шутили про это на кухне, а что будет с теми, кто работает только в Инстаграм и зарабатывает только там? И мы сейчас наблюдаем, что происходит. Опять-таки, полопались пузыри и так далее. Ты заметь, сколько мы всего навизуализировали про потребление, которое надо сократить. Вот тебе, пожалуйста, бренды ушли. Здравствуйте. Про Инстаграм мы всегда смеялись, и я своим подругам говорила, как бы сказала твоя бабушка, что ты будешь делать, когда Инстаграм закроют. И вот сейчас, когда он вроде бы с VPN работает, но рекламы-то там как таковой нет. Я не знаю, как у тебя, у меня нет с Нового года никакой рекламы. Нет, ничего. Зато Телеграм качает. О, Телеграм вообще бомба. Я вообще в восторге от Телеграма. Получаю вообще невероятное удовольствие. И на самом деле, до ухода, так сказать, Инстаграма из нашей жизни, я в целом, наверное, последние годы полтора думал, зачем я его веду, для чего мне нужен. Я думал, боже, как бы было здорово по-другому начать общаться со своей аудиторией, но в Инстаграм я не привык это делать. Я там не давал советов и не рассказывал, как одеваться. И тут Телеграм, я прям активно гнал народ. И я там даю советы, рассказываю о модных брендах, о российских дизайнерах, куда пойти, где что купить. Какие-то промо-коды мы там размещаем. Я бы никогда это не начал делать добровольно в Инстаграм. А ты не спросил случайно Гаранина, почему тебя не звали на человека года на GQ? Не спросил, потому что, наверное, очевидно, почему, потому что никто даже не знает, почему. Но мы с ним паронизировали на тему того, что в последнем выпуске GQ на обложке с выносом 25 самых стильных внутри есть я. Один из 25 самых стильных страны. Так ты все-таки попал в GQ? Попал под закрытие. Говорю, Игорь, может быть, не надо было, может быть, не закрыли бы. Так что попал. И даже было официально приглашено на мероприятие, которое должно было быть посвящено этому инфоповоду. И мероприятие не состоялось, назначено на первое число марта. И когда мне написали, причем написали нам на почту официальную запрос, здравствуйте, мы Александра включили в список самых стильных, пришлите нам вот такую-то фотку, я ответил, ребята, это шутка, как бы это развод. Мне сказали, почему вы так думаете? Я говорю, ну как меня все эти годы не звали? Тут вдруг резко я у вас в списке появился. Оказалось, что да, реально позвали, разместили фотографию, одну из моих самых скандальных из Instagram, где я на каблуках рекован с прозрачных, в красных ботинках в Санкт-Петербурге, потому что она взорвала просто мой Instagram, и позвали, включили, но я, кстати, у знакомых, приближенных к редакции, спросил, почему так произошло, как они думают, и мне сказали, что в какой-то момент редакция поменялась, и немножко иначе принимались решения по поводу персонажей. Вот я оказался там на одной страничке с Филиппом Киркоровым, представляешь? Я тебя поздравляю. Спасибо. Ты был одним из тех людей, кто говорил открыто о том, что есть такой снобский мирок. Он очень небольшой, глянцевый был, ну, по крайней мере, вот до недавних событий. Попасть туда было сложно. Иногда недостаточно было быть огромной, большой звездой. Когда-то Светлана Лобода, которая появилась на обложке «Гламур», под нее вещи не давали, потому что она казалась недостаточно крутой для «Гламура» звездой. Но потом, после того, как с ней грамотные маркетологи поработали, выстроили правильно ей образ, она уже стала достаточно крутой звездой для того, чтобы появляться в глянце. Сейчас такие времена, когда уже и Лободы в России нет, и все очень странно, все, что происходит сейчас в нашем инфопространстве. Но, тем не менее, ты был вот тем человеком, который всегда говорил прямо, что вот в глянце есть кумовство, в глянце своя тусовка, туда не пускают чужих. И хоть ты там будешь сто раз самый модный и трафикообразующий, и популярный, на тебя будут идти люди, и ты продашь все, что угодно, если ты там кому-то не нравишься, то ты туда, ну, не попадешь. И у нас с тобой целое интервью есть на эту тему, кто не видел, посмотрите, но я думаю, что многие его видели, знают, и я видела, кстати, в ТикТоке огромное количество нарезок из этого интервью. Вот как тебе кажется в свете вот всех последних событий, что когда глянец закрылся, по другим причинам, совершенно независящим от того, что мы сейчас обсуждаем, хотя мне казалось, что он закроется по этим причинам, не почувствовав дух времени, все это схлопнется. Ну, случилось, как случилось. Вот как тебе кажется вот такой исход в этом чего больше? Трагедии, иронии? Или, может быть, вообще все вернется, это такое временное какая-то? Ну, конечно, это и трагично, по причине того, что многие люди просто остались без мечты и без работы, как мы выяснили. Конечно, это иронично, то, что это правда в какой-то степени забавно, что многие, находившиеся там, даже не думали, что такое может произойти. Для многих это вечность. И многие же вкладывали годы своей жизни для того, чтобы добиться определенных результатов. И Маша Федорова, которая начинала стилистом, стала потом редактором, потом она стала главредом гламура, потом она дошла до ВОГ. Это же целая жизнь. Это целая жизнь. И вдруг все исчез. Даже иронично, забавно, что Маша из ВОГа ушла раньше и успела адаптироваться хотя бы к реальности. Потому что многие этого не ожидали. Я имею в виду уже тех, кто после Маши... В этом смысле она сейчас в лучшем положении гораздо, чем ее коллеги. Конечно. У Маши было время адаптироваться, понять, подумать, принять. Возможно, она даже там в уголке хихикает, потирает ладошки, что вот такое все случилось. Я просто не знаю, каким был уход, о нем вообще никто не знает. И все это покрыто какими-то тайнами невероятными. И никто уход Маши не комментировал, каким он был. Все видели только официальное письмо. Жизнь главного редактора и фэшн-директора. Ты сначала умоляешь агентство дать тебе хорошую модель, фотографа для тебя снимать, потом ты умоляешь начальство дать бюджет, потом бренды дать платье, и ты постоянно борешься за что-то, что тебе не принадлежит, просто чтобы потом сделать красивую картинку. Тем более же ситуация какая? У главных мировых моделей фотографов контракт с Кондонастом. Да. Это Vogue, GQ, Glamour, Татлер. Получалось так, что русский Эль, которым ты руководила, ему было гораздо сложнее, потому что получить ту модель, которую мог получить Vogue, русский Эль, так легко не мог. И ты как-то решала эти вопросы через какие-то личные связи, насколько я понимаю. Да, конечно. Но я считаю, что прорыв русского Эль, когда мы сняли Беллу Хадид. А как, кстати, это произошло? Ну, нам очень сильно помогли Булгари и мои хорошие отношения с IMG. Мы сняли всех в тот год. Роузи, мы сняли Кэндис. Ну, то есть, это был просто прорыв. К русскому рынку было очень плохое отношение. И Крым тут влиял. Нас очень сильно не поддерживали. Некоторые просто писали, что нет, нам не интересно. Некоторые честно отвечали, что мы не хотим, мы за политической ситуацией и Крым. И ты постоянно был в борьбе. Хочется объяснить, что ты можешь купить любую съемку в других журналах Эль. американский, английский, французский. Официально ты можешь купить. То есть, это синдикация? Синдикация, да. Ты делаешь запрос на синдикацию, а тебе, говорят, для русского рынка нет. А вот как Симс, например, отказывал? Что он говорил? Ну, ты вэлибл и все. Очень жестко, очень, очень вот прям не церемонист. Самые жесткие это американцы и англичане. Особенно англичане. Очень прям в лицо, коротко, ясно, даже навстречу пойти, если они согласились, это очень большая удача. Ну, вот и сейчас получается, что все американские бренды, это Vogue Базар, да, они, ну, то есть, безапелляционно совершенно отозвали свои лицензии или все-таки там что-то как-то борется, пытается, не знаю, к моменту, когда выйдет наше интервью, какие-то будут, новости не будут, но вроде бы как есть надежда. И единственный из таких, глянцевых брендов, который остался, это Грация итальянская. Вообще итальянцы к нам очень лояльны. То есть, я даже вижу по последним вот два месяца по перепискам, насколько меня поддерживают французы и итальянцы, это очень приятно, чего нельзя сказать об остальных. И даже, опять же, мы про уход говорили, вот, когда я ушла из Vogue, все резко перестали тебе писать. Ну, это стандартная история. стандартная. То есть, до этого и с днем рождения дочки, и Merry Christmas, и как дела, и лучшие друзья. Потому что ты в журнале, они в тебе заинтересованы. Как только ты ушел, про тебя забывают все. Стал ли последней каплей вот этот скандал с этой обложкой? То есть, это никак не повлияло? Это вообще не связанные вещи, и я пережила, конечно, очень тяжелый момент. Была чудовищная травля, и, наверное, мне эмоционально так тяжело давно не было, что было в марте. Давай объясним, что было в марте. В марте у вас вышла обложка с девой Кассель, с выносом про поколение Z. Это уже было не первый раз, когда мы каждый год делали номер про поколение, про молодое поколение Z. Вы имеете в виду зумеров? Зумеров, конечно. И мы делали эту съемку в январе, и номер ушел в печать в начале февраля. То есть, до спецоперации. До спецоперации. 25 февраля он уже был на всех полках. Но мировая общественность посчитала, да не только мировая, у нас тут даже многие и в Москве были деятели, кто говорил и писал о том, что выглядит это как поддержка спецоперации, хотя вы абсолютно были аполитичны. Люди знали прекрасно, когда мы отправили этот номер в печать. А тема номера и выносы были утверждены получается, где-то тоже за полтора месяца. Да. Ну, ушел он прямо в печать в первых числах февраля. 25-го уже стоял номер на прилавках. То есть, вот такая была хронология. И то, что потом началось, я вообще была поражена именно некоторым коллегам, которые прекрасно знали цикл. цикл. Какой цикл? и как делается номер и обвинять в том, что они писали. Это очень тяжело, когда тебя просто весь мир пытается привязать то, во-первых, чего нет. Это первое. И во-вторых, я была просто гуманизма ноль. Реакция американского Хёрста. То есть, они сразу после выхода этого номера сделали официальное заявление, ну, как бы открестились. Я читала некоторые комментарии, очень забавные, что вот, все это нас отозвали лицензию именно из-за этого, от нас открестились. Да мы никогда, мы всегда жили параллельно. Мы у нас, у Глафредов, у нас было основных восемь стран. Америка, Германия, Франция, Англия, Россия, безусловно, Испания, Италия. Вот, восемь. И мы всегда встречались во время показов на ланч. И вот на этом ланче мы делились у кого какие звезды будут в следующем году, кто кому может помочь, какие лучше бренды снять, если кто-то захочет заширить эту съемку или синдицировать. У нас всегда очень было дружеское, дружеские отношения, но мы автономно существовали. Мы никак, я не согласовывала с французами никогда ничего. У меня для этого было другое начальство, да, но здесь локальное. локальное. Наташа и Виктор Михайлович. Если у меня был какой-то сомнительный момент, я всегда шла советоваться, стоит, не стоит, а как вы думаете, а как тут там поступить. Но с американцами мы, это просто параллельно. Что произошло? Когда вышла эта обложка, американскому Эль начали писать вот эти вот тысячи комментариев с проклятиями, и они сделали этот пост. потому что действительно они не имеют к нам никакого отношения, как и мы к ним, кроме общего лога. То есть мы можем, я помню, тоже для нас был прорыв, американский Эль запросил синдикацию Рози Хаттингтон у нас была. То есть это просто американцы запросили у русского Эль синдицировать съемку. У меня был шок. Потом французский Эль у нас синдицировал Ванессу Паради и поставил ее мою съемку на обложку. То есть это просто прорыв для русского Эль, то есть делать контент, который американский рынок и французский захотели. Это просто было прям, то есть я была очень гордая. Но в остальном мы вообще параллельно. Хотите съемку, давайте запросим. Агент может сказать да, может сказать нет, как мы уже обсудили. Ну никаких вообще. То есть люди уже навыдумывали еще сверху. И я, конечно, я принципиально не давала никаких комментариев, потому что я прекрасно понимала, что любой комментарий привлечет за собой еще столько же вот этого вот потока всего. Потому что людям все равно, что обсуждать. Они абсолютно не думают о сути. Им главное что-то постить и хайповать на этом. И действительно сейчас вот такое время канцелить людей, проекты, устраивать хайп на чем-то. Таким образом они себе зарабатывают подписчиков. Ты сделала Эль другим совсем. Он стал, может быть, даже на нашем рынке, на российском самым таким модным журналом. Хотя в ДНК бренда Эль... Гайдлайны другие, да, чем мы делали. Да, да, да. Что это не фэшн-байбл с позитивным уклоном журналом. Оптимизм. Про оптимизм, про позитив. Прыгающие девчонки, яркая одежда. Именно такие гайдлайны, да. Лена Сотникова делала, например, Эль больше, который был про тексты все-таки. Невозможно сравнивать журнал сегодняшний. Ну, допустим, сегодня его нет, но там два месяца назад. И десятилетней давности. Но это абсолютно... Это так же, как сравнивать то, что я уже говорила, американский рынок и себя, да, где ты не можешь получить это, 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 или там китайский ВОК, где тебе на 50 запросов ответили окей, на лучшие луки, на самые знаковые каждой коллекции, каждого бренда. А тут ты пытаешься там клещами получить хоть что-то, да, и уже начинаешь работать с тем, что есть. То есть не потому, что ты неталантливый или ты дурак, потому что просто изначально условия разные, и 20 лет назад глянец, то есть не было, он был единственным экспертным мнением и такой связующий мостик между клиентом и брендом. Это был журнал, где мы находили все, и красную дорожку, и мы находили коллекции, там, лучшие, там, луки этого сезона, и интервью, и про людей, и про актеров, да, а потом появился Инстаграм, да, где уже интернет активно стал развиваться, где ты сразу прошел Камский фестиваль, ты все это увидел, то есть у тебя отвалилось как минимум 50% контента, который уже неактуально печатать через месяц, кто в какой платье вышел на дорожки. Раньше рекомендатель куда шел только? Журнал не было, Ютуба, ТикТока, Инстаграма, правильно? Поэтому у нас Эль был, я тогда работала как раз с Леной Сотниковой, Эль были, мы делали двухтомники, потому что шло такое количество рекламы, что ты делал 400 страниц, один, и 402, бьюти, например, один журнал про бьюти, второй про моду. Мы делали по два, в марте, в сентябре, по два номера, в одном месяце. Ну вот смотри, сейчас ни Шанель, ни Диор, ни Луи Виттон, ну очевидно, в новые российские версии, так скажем, глянцевых журналов не встанут. Мы не знаем. Горизонт планирования одна неделя сейчас. Что будет завтра, мы не знаем. Что может случиться, какая будет реакция, возможно, все наладится, и все будет по-старому. Просто у Эль действительно больше шансов, учитывая, что изначально бренд принадлежит французам. Французы к нам более лояльны. 10 лет назад было журнал про почитать, а сейчас в основном люди читают заголовки. Другое потребление информации. Заголовок, ну и три строчки. Никому не интересно, как раньше, чти его на два разворота. Люди устают уже на первой полосе. Все. Это не потому, что... А вот просто другое время. Потребление информации другое. И это все надо учитывать. Глянец как таковой, но как минимум в России себя изжил, потому что он не до конца выполнял ту роль, которую должен был бы сейчас выполнять. Катя Мухина Эль делала очень классно, но я никогда его не читал, не смотрел материалы Эль. Я видел всегда обложку и говорил, вау, у Эль снова офигенная обложка. Что внутри, я не знаю. Но как бы меня эта обложка не заставляла купить журнал. У Базар, но я бы не сказал, что были какие-то вау-обложки, но в какой-то момент я купил Базар, ВОК, Эль, открыл и понял, и разные арт-директора. Ну, как бы супер. Зачем мне покупать три журнала, если я могу все это посмотреть в интернете и увидеть все значительно раньше. Я считаю, что глянец в каждой стране должен выполнять не только роль поддержки рекламодателей, конечно, это надо делать, но и роль поддержки российской моды или моды локальной своей. У нас эта поддержка была, это было кумовство. Мы писали, они писали, исключительно тех, с кем дружили, с кем ходили в бар и с кем встречались на этом золотом пятачке. Туда новые дизайнеры почти не попадали, даже если была какая-то подборка вдруг раз в сезон каких-то новых имен, половина этих имен все знали давно, либо это были друзья, которые вяжут чепчики, а потом про эти чепчики почему-то написали. Не было социальной миссии у глянца вообще. И, возможно, из-за отсутствия социальной миссии, что никто, практически находясь в глянце, не сделал ничего для того, из чего мода состоит, вот сейчас эти люди, наверное, не знают, что делать дальше. А если бы проводили консультационную работу с дизайнерами локальными, если бы поддерживали сейчас уже в этой ситуации запустил блюпринт, это блюпринт-стор с поддержкой дизайнеров, там уже 150 имен каких-то новых дизайнеров, которых редакция нашла, почему это не делали раньше? Почему нужно было дождаться того, что все развалилось, чтобы начать поддерживать локальную моду? Вот у нас в прошлом году было модно говорить о экологии, о ресейле, о апсайклинге, теперь у нас модно русская мода, мы поддержим русскую моду. Но куда деваться-то сейчас? Конечно, вот теперь у нас такая повестка, и теперь все, кто может хоть как-то ее поддержать, это делают. Я это делаю до этого, и мой телеграм-канал в частности. Я, кстати, тоже. Да, и мой телеграм-канал в частности, и продолжаю то, что я делаю до этого. Я пишу о каких-то молодых марках, я размещаю какие-то интересные ссылки. Я это делал, да, постольку-поскольку, я не делал это каким-то своим основным таким ключом, я все-таки про другое немножко. Но почему вы все не делали это раньше? Почему есть Анна Винтур, которая за американскую моду порвет, там у них и Мэтт Галла, и то, и сё, и американские дизайнеры на обложке, и американцы на обложке, и вообще все, и она консультирует бренды. Но они реально делают что-то, чтобы американская мода выглядела круто и масштабно. Даже помню в интервью предыдущем нашим с тобой говорил, что какой упущенный шанс 25-летия Вога, это обложка, и какой бы можно было бы сделать номер, посвященный России, с этими масштабными съемками в России, с топ-моделями, с Наташей Поли в Перми, с Сашей Пивоваровой в городе, откуда народом, в каком-нибудь кутюре от русских дизайнеров. Почему вы все этого не делали? Это же так просто. Ну, ты знаешь, вот сегодня мы общались с Катей, она мне объясняла, ну, конкретно про Эль. Вогу действительно было проще, потому что ту же Наташу, Наташу Поли, она не могла сниматься для Эль вообще, будучи русской моделью, и Шейк тоже. Ну, то есть, это блок был только для Кондо Наста. И Катя мне говорит, это всем кажется, что нам было легко, а на самом деле модель попробуй достань Катя через свои какие-то связи, непонятно, как это все доставало. После 2014 года просто все было очень сложно. А у нас что? У нас принято смеяться над неделей моды. Да, она вот такая. Ну, вот такая у нас была неделя моды. Но там хорошая тоже, наверное, была. Слушай, ты знаешь, я в этом году была на открытии, я только на один показ сходила на Арутюнова. Я тебе могу сказать, что это было совершенно не стыдно. Мне понравилось по большей части публика. Все писали про публику. Мне понравился сам показ, между прочим. Да, может быть, можно было его сделать поменьше, более концептуальным, потому что было много разных идей, так скажем. Но мне кажется, что Арутюнов делает совсем неплохо. Было даже просто радостно куда-то выйти, встретиться, обняться. Я раньше тоже поддавалась этому снобизму. Ой, похихикать над нашей российской модой. Мы постоянно раньше говорили, ой, при всем при том, что Селин и Терехов стоят одинаково, конечно, мы лучше купим Селин. А сейчас, когда Селин один из тех брендов, которые жестко уходят с российского рынка, практически так же, как бы Ленсиаго. И ты об этом уже совсем на эту ситуацию смотришь по-другому. Мы сегодня дома о Торах говорили о том, что были вот раньше классные русские журналы, типа Омп, Тюч, там многое о кого упоминали. И при всем том, что был нереально крутой контент, но из-за того, что рекламодателями становились какие-то караоке-клубы и непонятные институции, так назовем их, от этого портилось и ощущение от контента самого, от концепции самого продукта. И, соответственно, сейчас какой есть риск, что может быть продукт редакции глянцевой, которые остались на рынке, и могут с точки зрения контента делать классные, но когда это будет стоять рядом с разворотом рекламным, неизвестно, какого бренда, может быть, вообще не имеющего отношения не только к фэшн-индустрии, даже к какому-то лайфстайлу, а что-то будет, я не знаю, даже трудно представить, даже не могу пофантазировать, что это будет. Очевидно, что потока объема и денежных средств будет недостаточно, чтобы делать классный контент, потому что классный контент все равно зависит, ну, как бы, классный контент глянца, к которому мы привыкли, да, это все равно большие разворотные фотографии, которые достойны быть повешенными, вот вместо этой картины, да, растянутой, для которых нужна большая команда и так далее. Вот таких объемов денег, наверное, бюджетов уже не будет ни в одном. Можно собрать достаточное количество денег, чтобы делать классный контент. Есть масса молодых журналистов, молодых писателей, молодых фотографов, которые могут это делать, делать гораздо более, ну, там, не 200 человек, там, не знаю, условно, не 100 человек на съемке, как у Ани Лейбовиц или у «Светлая ему память» Патрика Демошелье, да, а вполне себе маленькими командами и классно, бодро здесь и сейчас, это будет актуально и так далее. Такие примеры есть. Есть люди, которые делают здесь и сейчас классные издания, есть блюпринт, который делает это на свои деньги с использованием рекламодателей, но они любого рекламодателя сделают под себя. То есть, в принципе, если ты договоришься с партнерами, что они будут доверять твоему вкусу, и ты будешь под них делать какие-то там коммерческие материалы, ты будешь как бы их сам шлифовать и давать свою экспертную оценку и свое видение, то так тоже можно. Ты хочешь сказать о том, что даже такие бренды, как второй меховой или первый меховой можно снять так в классном спецпроекте, что это будет выглядеть очень-очень достойно? Я считаю, что возможно. А что касается российских брендов, могут ли они заменить все? Конечно, они не могут заменить все, потому что есть сферы, в которых до сих пор важно присутствовать в больших брендах. И ты это все равно, ты бренды используешь, собственно говоря, как самый короткий путь прохода в какую-то социальную сферу. Есть социальная сфера, в которой надо приходить условно в Баленсиаге, есть какие-то микросообщества, где больше оценят Жак Мюс или Нэнси Дажак, или какие-то супермодные бренды. А есть места, куда лучше не экспериментировать, куда проще перейти из Шанель или Диор. А есть уже огромная часть нашей модной аудитории, которая абсолютно воспринимает все российские бренды, ну не все, но как бы избранные, любимые российские бренды, ну ура, и они сделали себе очень хорошее имя на Западе. Я надеюсь, что никакой отмены, как сейчас происходит с культурной отменой, скажем, когда имена запрещаются и от наших больших музыкантов или художников отказываются, мне бы не хотелось, чтобы это докатилось до моды. Хотя мода всегда, мне кажется, ярче и быстрее всех реагирует на какие-то политические события. Когда-то же существовал журнал SNC, у него никогда не было таких рекламодателей, которые были у Вога, у Эль, у Базара. И они как раз выживали за счет каких-то таких альтернативных историй. Ну им, конечно, было коммерчески гораздо сложнее, чем Конденасту, чем Хёрсту, чем Эндепу. Но журнал-то был классный. В целом-то он был необычный, с какой-то альтернативной точкой зрения. Вот если вот в таком срезе ты веришь, что вот такого плана можно было бы увидеть глянец, ну он какой-то жизнеспособный мог бы быть сегодня. Сейчас элементарно есть проблема с печатью, да, нет бумаги. Я уже сейчас, правда, думаю о том, что мало ниток и мало молний и пуговиц завезли, потому что мои мысли уже в другом. Я не буду судить о том, как мог бы выглядеть глянец. Я начинала работать, когда ещё приглашение получали по факсу. Поэтому я знаю, что такое среда обитания в глянце до Инстаграма, Телеграма, Ютуб-канала. Я ужасно рада, что существуют сейчас другие способы донесения информации, что я сейчас у тебя в гостях, в Ютубе. Не могла себе мечтать. Раньше у меня были 10 каналов в телевизоре, а сейчас у меня 110 в Ютубе, один из которых твой, и это прекрасно. Многие люди узнают о существовании глянца и о существовании журнала Playboy, наверное, из твоей передачи. У Зумера так точно. Ну, наверное, да. Ну, так поэтому я предпущаю смотреть вперёд уже. Чего туда заглядывать? Назад эпоха кончилась, бумаги нет, сейчас никто не печатается, посмотрим. Я вот до сих пор с удовольствием вспоминаю, что многие иностранные журналы в своё время перешли на квартальные издания, они собирают такие альмонахи, потому что всё равно никакая печать не успевает за тем, что происходит. Столько всего происходит, у меня за год столько всего произошло, что я уже предпочитаю не возвращаться. Ты год находилась в свободном плавании, с лета на самом деле ты занималась разработкой своего бренда, ты совладелица бренда Дивна. Ты его создала с партнёрами, где-то Даша Самкович, некогда создательница бренда М-Студио, и Диля, бывший замдиректора 12 Stories. Диля Хисамова, да. У Диля есть опыт и в запуске такого дизайнерского бренда, и потом в работе над таким, ну, довольно массовым, да, не скажу, что масс-маркет, но довольно массовым брендом, 12 Stories, и да, сейчас она с нами, у нас есть ещё четвёртый инвестор, который занимается более техническими вопросами. А ты согласна с утверждением, что таким, как ты, бывшим главредом, ну, вас таких, наверное, двое, ты и Катя, из российских, я имею в виду, в каком-то смысле проще, потому что у вас была более прикладная профессия. И вот те, которые пишущие, сейчас гораздо сложнее реализовать себя, чем вам, в конце концов, ты могла бы и персональным стилистом работать при желании, наверное. Ну, если честно, у меня никогда не было такого желания, в отличие от моих коллег, я персональным стилистом никогда не занималась, потому что, ну, во-первых, я посвящала всё своё время и жизнь работе в журналах, у меня было несколько клиентов, с которыми я работала, несколько брендов, в том числе, например, Кира Пластинина и Олеся Кафельникова в одной из первых съёмок для бренда Киры Пластинины. Так что, Олеся, привет, из прошлой жизни. Я не знаю, кому легче, знаешь, я предпочитаю не сравнивать, знаешь, кому легче, тот, кто уже это там пережил, или тот, у кого нет времени уже сейчас на переживания такие, да, или кто пишет, или кто снимает. Про бренд. Брали за основу идею бодипозитива акцент на модели плюс сайз. Да, это правда. Как человек, который был очень долго в очень большом плюс сайзе, мы сошлись и выкористывали для себя, что мы будем делать бренд для женщин именно с акцентом на плюс сайз. То есть мы изначально думаем о том, как это будет сидеть на широких бёдрах, большой груди, как это будет застёгиваться, и так далее. Я сижу в своём. В своём. С высоты 11 этажа на улице Большая Дмитровка я не очень углублялась в эти параметры. И я не знала, насколько, какая существует конкуренция. Нет, я знала, что это сложно всегда. Но я была всё-таки в положении довольно привилегированным. Я ездила за границу, я имела возможность покупать там. У нас немножко другой путь. Мы поэтому довольно принципиально не пошли в сторону стилистики, которая уже довольно распространена в Америке и отчасти в Дубае, когда девушки крупных форм экспериментируют на себе со страшной силой. И, слава богу, модная индустрия тоже это поддерживает. Это очень классно, когда большие бренды выпускают на подиуме большие крупных моделей плюс-сайз и с формами. Но мы же все понимаем, что дальше ты придёшь в магазин Versace или придёшь в магазин Jack Mills и всё то, что так классно смотрелось на Palome или на Precious, это же практически невозможно. Основная аудитория не готова ещё к принятию условно того, как одевается LISO. Versace, когда снимали компанию пару лет тому назад с плюс-сайз моделями, они тоже их фотошопили довольно сильно. Что, в общем, ставит под сомнение то, что большие бренды готовы всё равно работать с большими размерами. У тебя случилась трансформация, о которой все очень много говорили, если вбивать в поисковик Маши Фёдоровой, первое, что выпадает Маша Фёдорова, как похудела, ты в какой-то момент стала единственной в глянце такой иконой бодипозитива. Ну, иконой. Сколько я хейта ловила за свои какие-то выходы, особенно, когда я экспериментировала там, из длиной юбок. В комментариях сплитника естественно, в том числе. К вступлению в должность главреда Вога феноменально просто похудела. Но вместе с этим вот те времена, когда ты была очень плюс сайз, была огромная аудитория людей, которых это наоборот, мне кажется, вот как та вот аудитория гламура, которой это было близко, наверное. Потому что гламур он сам по себе был про было-стало, вот эти все рубрики, которые предвосхитили диджитал-форматы, по сути. Конечно, абсолютно. Но для меня это было дело здоровья, это не было для того, чтобы занять позицию в журнале Вога. Если решение условного руководства было связано с тем, что я потеряла несколько килограмм, то это их решение. У меня не было такой задачи, поэтому все инсинуации по поводу того, что я долго и глубоко худела для того, чтобы занять место в Воге, это неправда. Сейчас в вашем размерном ряду, так скажем, есть тот размер, который вот к прежней тебе бы подошел? Есть, в некоторых моделях есть, но на грани. Мы делаем одежду не для того, чтобы удивить редакторов моды, мы делаем одежду для реальных людей. Но вот сейчас в связи с санкциями какие-то сложности дополнительные возникли? С логистикой связаны? Или у вас нет каких-то иностранных... Нет, ну, конечно, есть. Мы в первой коллекции мы вложились и искали поставщиков, и у Даши есть связи, и мы выбрали классных производителей тканей и принтов, и у нас эксклюзивные принты, с которыми сейчас, конечно же, будет напряженка. Выяснилось, что мы гвозди даже не производим, не то, что молнии и пуговицы. Но есть возможность их достать. Не мы первые, не мы последние с этим сталкиваемся. Я тебя услышала, наверное, как и все, когда ты стал работать с Анастасией Решетовой. Наверное, твоя одна из самых ярких, известных клиенток, потому что это такой стиль, который наша публика не до конца понимает. Потому что, например, сейчас в Америке это просто самый тот стиль Кайли, Ким, Рианы и прочее. Стиль дивы, одним словом. Стиль дивы, такой вайп, какой-то, не знаю, Лос-Анджелесский. Там это прям жанр. Этот стиль в России смотрят так, как на стиль вот этих инстабогинь, если говорить политкорректно. Это проблема этих людей, точно не моя. Я создаю перформанс. Если кто-то не понимает, это совершенно не мои проблемы. И в этом смысле, кстати, если еще год назад мне было сложнее это объяснять, от того, что сейчас люди поняли, что я занял определенную нишу, что я делаю такой стайлинг, и это чуть-чуть, слегка, может быть, пошло, эксцентрично. Ну, провокационно. Провокационно. Люди уже воспринимают это нормально. Ирина Шихман, которая так точно не одевает. Но это было бы очень странно. Ну вот, поэтому для меня я себя реализовываю и тут, и там. Наверное, для меня это определенного рода, как сказать? Челлендж? Челлендж, да. Сделать так, чтобы люди начали понимать. В смысле люди начали? Мне комфортно, мне классно. Люди, либо они присоединяются, смотрят за моей страницей, и они со мной, либо они не смотрят, не присоединяются, отписываются, и там могут меня, не знаю, кто твоя любимая клиентка? Не скажу. Но легче всего тебе с кем работать? Не скажу, не могу сказать. Я вот и клянусь, не могу. То есть это же не потому, что я могу получить по шее. Олеся, она модельная, там все максимально идет, и она супер разная. Настя, она сейчас больше закрытая. Да, то есть там сильно откровенных нарядов ты не сделаешь. А с какого момента так стало? Ну, мне дали ЦУ, что теперь мы просто больше, значит, прикрываемся. Поэтому она, в принципе, кстати, никогда сильно оголенная не ходила. Если мы посмотрим ее фотографии, действительно, были какие-то истории связанные с купальниками, может, открытыми, да, сильно. Но, значит, я получил ЦУ, с этим ЦУ с удовольствием начал работать, потому что в этот момент в моду, кстати, начала входить закрытость. И Сан-Лоран на следующий год сделал полностью закрытую коллекцию, что, мне кажется, было прямым попаданием в тренд. Но Олеся идет на все твои предложения. Мы вместе креативим. Я, когда собираю образ, я всегда опираюсь на нее. Я встаю и спрашиваю, как тебе в этом чувствуешь? Потому что мне важно в этом смысле не сломать человека. Мне кажется, Олесю не сломать. Ну да, Олеся отдельный, так скажем, вид искусства. Поэтому я с удовольствием с ней работаю. Она сейчас улетела, правда, не в Москве. Я очень страдаю, что я не могу какие-то свои действительно сумасшедшие идеи иногда на ней применить. Она мировая модель. И в этом смысле, конечно, люди уже воспринимают это по-другому. Но она еще внутренне свободная. Мне кажется, что ей органично все эти эксперименты, ей это все очень органично. И мало на ком это вот так будет суперкруто выглядеть. Она профи. Дружишь ли ты со своими клиентками? Я с этими клиентками не дружу. У меня рабочие отношения. Это очень важно понимать. Я изначально когда шел туда, я понимал, что вот эта история с дружбой она всегда плохо заканчивается. Мне кажется, у нас тысячи примеров на эту тему. С Олесьей чуть ближе, потому что Олеся по своему вайбу человек, который тебя полностью поглощает. И тут невозможно не совратиться, как говорится. Поэтому, да, с ней чуть ближе, но это никак не мешает и не портит наши... Просто я могу ей написать чуть больше, чем остальным людям условно. Поэтому с ней мы больше в коннекте. Да, возможно. Кого из твоих подопечных все-таки в сети критикуют больше всего? Я думаю, что Анастасии. Вообще, красивым девушкам тяжело. Это правда, да. Поэтому там, чтобы человек не сделал, там все равно, если даже это черное платье закрытое, все равно найдут к чему придраться. за ней действительно под лупой каждую историю. И в этом смысле мне тоже нравится с ней работа, так же, как и с Олесей и с остальными героями, потому что это совершенно другая энергия. Когда Настя заходит в помещение, ты чувствуешь, что пришел человек, который сейчас все вокруг этого человека. То есть, это очень важно энергетически давать людям понять, кто здесь вообще рулит. Я иногда такую энергию люблю, и мне нравятся люди с определенным характером, поэтому она дива. Она дива. И если есть кто-то, кто это еще не понял, то я думаю, что просто нужно чуть поглубже присмотреться. А что касается Ирины Шихман? Возможно, людям как-то не нравится, что Ира выглядит достаточно, например, в каком-то смысле она выглядит по-разному, но есть жанр интервью, который ты тоже прекрасно знаешь. Когда ты вынужден по определенным регламентам одеваться, и ты в сидячем положении всегда. И одежда не всегда идеально может тебе подходить или как-то ты не всегда можешь полностью показать образ. Дело в том, что люди не до конца считывают образ. Но единственное, с чем мы с Ирой всегда спорим, это единственный момент, это волосы. Я за волосы не отвечаю, и всегда говорю, давай выпрямим, а она говорит, нет, наоборот, я хочу кудри. Я привык, кстати, к кудри, мне очень нравится, и мы находим общий язык, не ругаемся, поэтому как-то так. А то, что комментарии достаточно в большом количестве были какие-то такие сомнительные, люди просто еще меня привыкли видеть в другом амплуа, еще вот в этом как бы история. А Ира это совершенно другой жанр, отличающийся от моих тех работ. поэтому люди наверное удивились, потому что я делаю в основном что-то другое, а тут спокойный жанр, спокойные вещи. ты делаешь больше яркие поташные образы с девушками модельной внешности, но тебя критика не деморализовала? Нет, абсолютно, абсолютно нет, она меня, у меня было вначале, было, когда много комментариев писали, таких не очень положительных. Ты знаешь, людям ко всему надо привыкнуть, если ты посмотришь комментарии под моими первыми выпусками на канале, вот знаешь, вот можно было закрывать канал и не продолжать, потому что ну поначалу это всегда отторжение, да кто она такая, какая-то из глянца, гламурная, непонятно, что вообще с ней, что губы, какие-то блондинки, что за ужас, куда она лезет, там ума быть не может, ну вот это все. Но ты никого не послушала, заняла свою нишу, и в этом смысле спешно развиваешься. Мне даже было интересно, думаю, почему у меня, из-за того, что я работала в глянце, из-за того, что я профессионально занималась темой моды, почему я не могу делать классные интервью, тем более, что у меня хорошее образование, и я гораздо глубже, чем люди думают обо мне. Но доказывать никому я ничего не хочу. Кому не нравится, я же не заставляю смотреть мой канал. Ради бога. А здесь получилось так, что ты из-за того, что ты взял мега популярный в Америке жанр работы в стайлинге, но совершенно неопробованный еще в России, потому что здесь стилисты редко работают в таком жанре, и ты сразу с такими девушками яркими и с Бородиной работал, и с Решетовой, про Олесю отдельно хочу поговорить. Олесе ты вообще, я считаю, бриллиант в твоей коллекции. Спасибо. Она сама по себе еще такая супер. Очень. Она, во-первых, безумно красивая, она очень смелая, она готова, мне кажется, вообще на любые эксперименты, ну и она модель мировых подиумов. Именно поэтому я пришел именно к тебе, потому что ты тот человек, который этот жанр понимает, ты тот человек, который в этом разбирается, и мне хотелось бы разговаривать с людьми, которые предметно понимают свой разговор. Насколько ты был раньше потребителем такого контента, как глянец, и веришь ли ты в то, что в нынешних условиях, вот в этом контексте, который есть сегодня, глянец сможет существовать в России? Я был человеком, который потребляет этот контент в виде журналов. Эти самые журналы покупали люди, которые как раз-таки имеют отношение либо к моде, либо как-то увлекаются. Это все меньше и меньше были люди не из профессии. Вот Харперс Базар превратился сейчас в бренд-символ. Возможен ли на российской почве какой-то свой локальный глянцевый продукт сегодня? Или все-таки без поддержки мировых брендов? Мировые бренды, они же не только делали условно-рекламные интеграции и вливали деньги, чтобы быть в этих журналах. Они еще и играли имиджевую роль. То есть, опять же, и по Иванов ты не сможешь разместить где-нибудь в журнале там супер глянцевым, уможаемым. А Кортье или там, я не знаю, другие бренды это не западло. Выглядит красиво, контент делает. И в общем... Ну это и рекламодательские деньги. И рекламодательские деньги. Сейчас я так полагаю, что это достаточно, так скажем, проблематично. А на что существует это журналом? Просто не понимаю. Я думаю, что в этих условиях, если отвечать на вопрос, наверное, нет. Хотя мне хотелось бы, чтобы мы создали что-то наше с классными съемками, с классными стилистами, с классными фотографами. И все это в рамках одного журнала, который может выходит не каждую неделю или каждый месяц, хотя бы раз в три месяца. Но качественно, классно и круто. Сейчас есть мнение, что очень многие форматы глянца хлынули в тот же Телеграм. Ну ты, например, у тебя есть Телеграм-канал о моде. У меня тоже есть Телеграм-канал, но он не только о моде, но у меня есть рубрика постоянная. То есть я там раз в день или раз в два дня делаю какой-то такой исследуй тренд. А ты именно по теме моды делаешь достаточно большое количество контента. И даже я уже замечаю, что ко мне какие-то рекламодатели из сферы бьюти и фэшн, ну потому что мне некуда больше идти, они ко мне обращаются, приходят ко мне с рекламой. Ну не потому, что им некуда идти. У тебя хороший контент, и ты просто человек, который на арене, к которому можно прийти. Ну я имею в виду, что глянца сейчас нет как такового, и соответственно они ищут релевантные какие-то площадки, например, там Телеграм-каналы. Вот веришь ли ты в то, что возможно глянцем новой формации станут Телеграм-каналы профильные? Ну глянца, наверное, нет. Все-таки нужен будет журнал, который физически листают люди. В этом есть какая-то романтика, мне это очень нравится. Я думаю, люди, которые хотят именно физически что-то потрогать, тактильно, 100% этот запрос будет, и такой журнал должен появиться один хотя бы или там два. Но Телеграм-канал это действительно удобная платформа для потребления новостей здесь и сейчас. Но ты никогда не хотел попасть в глянец? У меня не было ярого желания попасть в глянец, никогда на какие-то мероприятия или еще куда-то, честно. Было желание, единственный раз, чтобы там один из глянцевых журналов, значит, я смог сделать обложку для них, возможно, да. Но это такое семиминутное желание. Это же вопрос, наверное, про такое гордыню, самолюбие. Вот это я сделал. Амбиции, да. Амбиции. Но у меня амбиции, они как-то по-другому, так скажем, работают и в другую сторону. Они работают в сторону людей. Ты, может быть, даже интуитивно почувствовал тренд, что мир будет развиваться через инфлюенсеров. И ты как-то вот эту нащупал историю, что надо с модой взаимодействовать через инфлюенсеров. И по сути, ну, как мы сейчас видим, глянец, закрывается, а инфлюенсеры никуда не деваются. То есть ты через них сам стал инфлюенсером. В силу того, что у тебя нет вот этих давлеющих над тобой авторитетов, потому что мы все люди, ну, по сравнению с тобой, да, мы люди немножко такой еще олдскульной той формации. У нас мир моды, бьюти, тяжелого люкса, он как бы приходил в нашу жизнь через глянец. И этот пиетет перед глянцем, он все равно никуда не девался. Как бы мы его не хоронили. И вот сейчас, когда лицензии отозвали, когда непонятно, что нас ждет, выживут ли, и как будут выглядеть, самое главное, вот эти бренды, которые остались и которые переформатировали, да, на российском рынке, все сейчас вызывает вопрос, ничего не понятно. Зато абсолютно четко понятно, что работая, не знаю, с Олесей, с Настей Решетовой, ты все равно остаешься в обойме. В моем понимании во главе угла всегда был человек. Именно поэтому выбирая, куда пойти работать с глянцем или с человеком конкретно, развивать его и делать из него звезду и создавать из него какой-то образ, не знаю, инфоповоды и так далее, я с легкостью выбрал, что я хочу заниматься именно людьми. Как делается интервью в глянце? То есть ты, можно подумать, что редактор, например, не очень профессиональный, а редактор на самом деле обложен огромным количеством ограничений. Потому что, как можно получить звезду на интервью? Только через бренд. А бренд говорит, извините, ребята, ну вот здесь мы вот об этом не спрашиваем, об этом не спрашиваем, здесь я должна про помаду спросить. Только про помаду, да, или крем. Я никогда не забуду свое интервью с Моникой Белучи, у меня на него 15 минут, и из них мне надо говорить постоянно про помаду. И она меня тогда абсолютно поразила, когда она сказала, давай быстрее спроси меня о том, о чем ты хочешь, про помаду, тебе релиз пришлют, и так... Молодец какая. И выходит это интервью. Ну, я не могу сказать, что я ей могу гордиться, потому что ты ничего не можешь. И здесь такая вот получается палка о двух концах. С одной стороны, тебе все кругом говорят, что это за беззубое интервью, а с другой стороны, ты понимаешь, что ну, а по-другому ты не получишь эту звезду. Я 10 лет назад перестала вообще, когда я ушла из ОК, следить, что пишут и что говорят. И это путь в никуда. Это очень деструктивно. Лучше вообще не читать, ни с кем себя не сравнивать, потому что всегда кто-то найдется лучше, умнее, худее, богаче. И просто надо получать удовольствие от процесса. Идея всегда на пять. Потом начинает где-то что-то сыпаться. Такое бывает. Когда мы, например, снимали с Карлом Логефельдом для ВОК Линду Эвенжелисту, я получила Линду. Это мечта была моя жизнь. Но и съемка, я недовольна. Карл пришел там, не знаю, во сколько, в пять, поел, поспал, вышел на съемочную площадку в девять. Все с 10 утра его ждали, как бы уже устали. И, как говорят, что-то пошло не так. Вот иногда так бывает, что-то идет не так. Вот сейчас мы сняли, например, Кайла, который в Твин Пикс снимался. Мак Лохланд. Для апрельского номера, естественно, мы, агент попросил пока не ставить его. из-за ситуации. Вот Брукшиллс мы тоже сняли. У нас в апрельском номер практически был пустой, потому что все съемки, которые мы сняли, мы вынуждены были поставить на паузу. Начиналось все с того, что мы с Дашей решили, что мы сделаем десяток платьев. Потом мы подумали, что эти платья надо чем-то носить, что надо сверху накинуть джакет. А может быть, надо все-таки к джакету сделать и брюки. Поэтому, в принципе, у нас такой гардероб. Я не скажу, навязать там свой стиль и свою одежду всем. Потому что если я буду шить на себя, то я потеряю половину аудитории. Я не дизайнер, я не делаю это, чтобы убедить модных редакторов и заболомутить весь рынок. Но, видите, все так сошлось. Я не хочу участвовать в какой-то там дикой модной революции. Я человек эволюционного пути. Какие вы используете каналы продвижения? Потому что раньше, ну вот, собственно говоря, был глянец, были инфлюенсеры. Много чего было. Сейчас и Инстаграм запрещенная, соцсети, глянец практически все. Ну, там что-то сейчас остается, мы не понимаем, какая его судьба ждет. Вот как вы до своего потребителя, до своей целевой аудитории планируете и уже сейчас реализовываете это? Как вы доносите ваши ключевые месседжи? Бедный глянец. То, что мы здесь сегодня с тобой сидим, а не условно в студии ВОК на Большой Дмитровке. Вот тебе новый канал связи. Для нас, на самом деле, важнее, ну не то, что важнее. Сейчас мы, естественно, будем использовать все каналы. И для тех, кто научился пользоваться VPN, до сих пор остался Инстаграм. Я, например, из всех средств связи в какой-то момент для себя выбрала Инстаграм. То есть я, когда зашла в гламур на позицию главного редактора, мне сказали, что все, твоя как бы просто личная жизнь закончилась, потому что еще из воспоминаний было время, когда наше руководство говорило, была такая мантра и такой внутренний закон, да, no stuff on pages. То есть считалось неприличным появляться на страницах собственного журнала для редакторов, для стилистов. Все были такими серыми кардиналами. Единственное, кому дозволялось, это главному редактору вот с маленькой фотографией на письме главного редактора. Все остальные считали, что это неприлично. Но жизнь переменилась, да, из-за того, что появились соцсети и захотелось посмотреть, захотелось почитать, посмотреть, в чем сами ходят. Как бы Грейс Кодингтон, как ходила сама вся в черном, я до сих пор, конечно, преклоняюсь и считаю, что это самый правильный ход, когда у тебя есть какая-то там униформа. У меня теперь тоже есть костюм дивный, который отчасти напоминает костюм Грейс Кодингтона. Но у меня никогда не хватало смелости и решительности отказаться от каких-то экспериментов. Я все равно продолжала экспериментировать меня за это в соцсетях. Как бы ругали и хейтили, но мне есть что вспомнить. Мне было весело, хорошо, интересно. И куча осталась теперь больших нарядов от ведущих российских дизайнеров после всех больших мероприятий. Для нас будет главный канал связи и самый важный. Это Сарафанное радио. Как тебе кажется, почему сейчас особенно в ситуации, когда твои бывшие коллеги, очень многие сейчас находятся на перепутье, все заводили свои телеграм-каналы, потому что непонятно куда. Огромное количество людей оказались на рынке, труда, так скажем, и совершенно непонятно их будущее, но вместе с тем какой-то колоссальной поддержки проектов друг друга как-то не особо я замечаю. Люди из индустрии, то есть кто бы заводил свои телеграм-каналы, они становятся такими критиками. С чем, как тебе кажется, это связано? Казалось бы, сейчас ситуация, когда по идее наоборот какая-то солидарность должна быть и поддержка друг друга. Для меня это всегда было загадкой, почему у нас такое неприятие друг друга, и почему наша индустрия не поддерживает друг друга и своих коллег. Мне очень это обидно. Это удивительно на самом деле для меня тоже, потому что многие, те, кто сейчас завелся телеграм-канал, как ты сказал, они тоже работали в этом же глянце. Но я не знаю, может быть, некоторые из них обижены, что они раньше ушли из глянца или их ушли. Может быть, это такие правила новой социальной жизни, что они должны бесконечно сталкивать нас друг с другом. Я не знаю, как это работает. Я не обязана нравиться всем. Каждый выбирает свой путь. Есть люди, которые делают одежду в шипах и в стразах, а есть люди, которые делают такие милые платья в цветочек. Есть разные люди, есть разные каналы, они по-разному все видят жизнь. Я бы хотела жизнь видеть в позитиве, в любви, в уважении друг к другу и в принятии даже какого-то полюсного мнения и, по крайней мере, в попытке его услышать. Его не обязательно разделять, но его можно услышать и к нему можно относиться уважительно. Ситуация, которая сейчас с нами со всеми случилась, начиная от Зары и заканчивая Баленсиага, мы не понимаем, где мы сегодня будем одеваться. Не понимаем. Получается, что шопинг сегодня превращается в такой своеобразный квест. Абсолютно. Вот у меня сейчас подруга едет в Белоруссию покупать футболки Юниклоу, потому что вот нам всем и мне везет. Нравится именно Юниклоу футбол. Может, она носочки мне привезет Юниклоу? Ну, давай закажем ей. Мне нужны рубчик белый, купить негде. Сегодня зашел в Белоруссию мозгу. Набор носков Баленсиага, внимание, 110 тысяч рублей. Семь пар. Ну как? Нехило. Можно мне Юникло, пожалуйста, обратно? Да, это квест. И правда, никто не понимает, что будет происходить, потому что я общаюсь с множеством людей, с байерами, с продавцами в магазинах, кто кому что говорит, кто кому что нашептал, когда что вернут, когда что будет. Информация настолько разная, и я, как потребитель люкса, конечно, страдаю, что я не могу сейчас взять, зайти в условный ЦУМ, даже по новым ценам, которые значительно выше, чем прежние, купить все, что я хочу, потому что сейчас там остатки, и я уже хожу там, выгребаю. Ну ладно, еще эти джинсы сегодня куплю, ну хоть что-то новенькое. Вот вчера зашел, купил себе джинсы за 100 тысяч. Ну как бы до этого бы мимо прошел бы, никогда бы не надел, а сейчас, ну вот хоть что-то. У меня есть просто объяснение, почему я все до сих пор шоплюсь по этим ценам сумасшедшим. У меня же тоже бренд одежды есть. Я считаю, что если я хочу, чтобы ко мне пришли потратить деньги, я тоже должен куда-то прийти потратить деньги. Круговорот? Ну да, ну вот как-то энергию я так закручиваю. Я пошел в ЦУМ, купил себе что-то, а к нам потом пришли клиенты, в магазин тоже купили, просто разный ценовой сегмент. Никто не знает, что будет происходить, нет вообще никакой информации, которую даже могу сейчас официально выдать. Я слышал, что Баленсиага на два года хочет закрыть возможность закупок коллекции на российский рынок. Это четыре сезона. При этом другие байеры говорят, что вроде бы что-то там заказали и при коллекции вроде бы заказаны, шьется, но ее невозможно привезти, потому что привезти ее нужно уже сейчас, а при коллекции должна в продажу поступить в июне. Ничего, естественно, не придет. Поэтому, возможно, эта при коллекции придет осенью, потому что санкция на ввоз вещей не дороже 300 евро, 15 сентября, насколько я знаю, если она официально не будет продлена, она закончится. И, возможно, после 15-го вот этот ввоз дорогих вещей будет снова доступен. Но если санкцию продлят официально, то дальше возить и не будут. Вот, собственно, все. Есть возможность возить как-то там серым способом, может быть, чем-то там джетом частным привезти что-то сюда в Москву, но ЦУМ себе такое позволить не может. Это огромная площадка. Нет, но частные байеры какие-то. Это подстава. Частные байеры, да, либо даже какие-то маленькие магазинчики, небольшие, продающие люкс, может быть, они, конечно, и могут как-то там тайком что-то привезти, через кого-то растаможить, идти из-под полы, потом, не выкладывая на сайт, продавать своим клиентам. Может быть. Но кто-то захочет так рисковать. Потому что когда-то, я надеюсь, ситуация образумится все, и ситуация как-то нормализуется, и Баленсиага скажет, добро пожаловать, русские байеры, можете закупить все, что хотите. А если вы уже нарушили правила, то с вами-то и работать никто не будет. В общем, ситуация патова, никто ничего не знает. В Зару я знакомым пишу, что, что, мне не отвечают, они говорят, мы ничего не знаем. Мы просто ничего не знаем. Будет Зара, не будет. И ты в начале разговора сказала, конечно, мы сами, наверное, все это накликали. Вот здорово было бы меньше потреблять. Конечно, грустно, что нет Зары. Мне прежде всего, как еще и телевизионному стилисту, потому что Зара, это была палочка-воручалочка, где ты можешь купить все самое трендовое, все самое яркое, все это будет круто смотреться в кадре. Но при этом, как клиентом Зары, я себя назвать не могу, я там ничего себе не покупал. Поэтому мне в целом, как бы все равно, есть там у нас Зара или нет, я там не одевался. Ну, знаешь, с какой точки зрения, мне кажется, нам всем это не все равно. Даже когда ты смотришь на общую картинку... Ой, Надя, я тебе вот что скажу. Я понимаю, что ты волнуешься, что людям негде будет одеваться, и все будут плохо выглядеть. Да, очень хорошо. Я считаю так. Все, кто хотят хорошо выглядеть, они будут хорошо выглядеть. Неважно, есть у нас Зара или нет у нас Зары. У нас есть и секонд-хенды, и ресейл, и лайм остался. У лайма вообще супер время сейчас. Они всегда хотели быть русской Зарой. Если сейчас бомбанут, то получится. Да, у всех вот Велл Сторис прекрасный. Велл Сторис и Лав Репаблик очень симпатично переделали свои коллекции. И Васа у нас есть симпатичная, там классные костюмы, жакеты. Все, кто хотели, будут хорошо одеваться. Люди боятся в Зару зайти, потому что я считаю, что люди боятся красивого. Зара красивый магазин. И вот эта красивая картинка отбивает у половины клиентов желание зайти, потому что они боятся, им кажется, что там дорого. И они идут в магазин, который выглядит хуже, где цены, возможно, даже выше. Но им там комфортнее. Это даже пример. Есть ЦУМ, а есть ЦУМ Аутлет. Очень часто цены почти идентичные. Но кто-то боится идти в ЦУМ, потому что для них это не уровень, они еще не того статуса, там будет очень дорого, мы себе там ничего не позволим. Мы зайдем в ЦУМ Аутлет. И там на ценнике вот это минус 70, минус 90. А на самом деле цена, ну, может быть, похожая вещь в ЦУМе будет выше, но в ЦУМе есть четвертый этаж, где ты можешь найти и ММ6, и Сандро, и Prime The Schooler. Там есть и какие-то локальные бренды, и какие-то нишевые бренды по достаточно доступным ценам. И они будут гораздо дешевле, чем в ЦУМ Аутлете что-то, что этот человек себе найдет. Поэтому в нашей стране те, кто хочет хорошо выглядеть, будет. Мы не лыком шиты. А те, кто до этого выглядел плохо, они продолжат выглядеть плохо. Они вообще не парились. И вообще все равно. Ну, вот, например, таким, как ты, таким фэшн-фриком, так скажем. Это я. Таким абсолютно зависимым от того, что новая коллекция, вот это все ты. Я, например, могу носить не новые коллекции, а ты прям вот, я знаю, что ты такой фэшн-эддикт, это тебе надо обязательно, вот вышло новое. Да. То есть это будет какой-то схематоз такой, скорее всего. Но мне, правда, сложно. Я, правда, скажу, мне сложно. И у меня же есть guilty pleasure ночное, пока я засыпаю. Я раньше смотрел Farfetch, делаешь там себе ссылочки, звездочки, ставишь, что тебе нравится. Не обязательно купить. То есть просто походить, пошопиться, посмотреть, отложить в корзину. Конечно, мне сложно, потому что моя свобода это иметь возможность в любой момент зайти в магазин и купить то, что я хочу. И вот сейчас у меня такой свободы нет. Потому что я могу зайти в магазин, я условно могу себе позволить все, что я хочу, но там нет ничего, что я хочу. Поэтому мне, конечно, здесь тяжело. Но при этом я суперувлекающийся человек, и у меня, конечно, много вещей. И сейчас у меня новое хобби. Ты заходишь в свою гардеробную, смотришь на все, что у тебя есть, и находишь артефакты, которые ты давно не носил. Это безумно увлекательно. Я каждый день вообще надеваю совершенно новые вещи, спускаюсь в офис. Ребята все вау, ты что-то себе купил новое. Говорю, да нет, это там пиджак Баленсиаго, который купил пару лет назад. Это удивительно классный квест. И еще, кстати, вот к этой же теме маленькая такая ремарка. Я на днях общался со своим знакомым Байером Цума, и он сказал, что они проводят беседы со своими клиентами люксовыми, с большими чеками, и спрашивают, готовы ли вы в период отсутствия брендов, которые вам нравятся, например, Селин, Баленсиаго и так далее, обратить внимание на бренды другие, например, российские. На что люди, которые тратят очень большие деньги на люкс, отвечают, мы лучше два года ничего сейчас покупать не будем, мы покупать будем потом. Есть обиженные на Шанель, которые говорят, мы больше не пойдем, мы не хотим ехать туда, да, есть возможность полететь, но мы не полетим принципиально, мы будем ждать, пока вы это официально все привезете. То есть есть люди, которые не готовы пересмотреть свою позицию, которые не готовы покупать замену, не готовы покупать альтернативу там любимым The Row похожее платье в условном 12 Stories, потому что для них это другое, это не та философия, им не налили бокал шампанского, там, не знаю, не кружились вокруг них. Ты покупаешь немножко не тот входной билет, немножко не в тот клуб. Покупка вещи Баленсиага, но я сейчас не про футболку с толстовкой, а про что-то большее, это же билет в клуб, возможно, тебя в этом клубе, конечно, не признают, у меня очень много вещей Баленсиага, но на показ, например, меня не приглашали ни разу, но при этом это мой входной билетик в клуб Баленсиага, Баленсиага, вот я знаю, что я его купил. Слушай, Баленсиага сейчас никого из русских никуда не приглашают. Ой, на это уже понятно, можно не ждать, но Рената ходит и до сих пор у них в шоуруме время проводит. Ну, Рената, это другое. Сегодня мода настолько политизирована, что, по сути, когда ты носишь Баленсиага, это знак равенства, что ты не поддерживаешь спецоперацию. Ну, я бы не рассматривал так эту ситуацию. Демна высказывается жестче, чем кто бы то ни был из мировых дизайнеров. Ну, если Демна сделал показ заявления, это совершенно не значит, что я покупаю Баленсиага, заявляю то же самое. Ну, ты же разделяешь, получается, ценности бренда, если ты хочешь покупать эти вещи. Я разделяю посадку вещей бренда. Мы же понимаем с тобой прекрасно, что вещь, это не всегда, как она скроена, из чего она сделана. Это часто принадлежность к значимой группе. Очень часто это такой закрытый клуб. То есть тебе настолько нравится ценности этого бренда, что ты хочешь к ним принадлежать каким-то образом. Ну, та ценность бренда, о которой ты сейчас говоришь, она была транслирована масштабно на шоу, при этом она не транслируется перманентно. Мне кажется, что это тоже... Два года России без Баленсиаги, это чем тебе не месседж? Это неофициальное заявление пока. Мы еще не получили такого заявления. И в магазинах Баленсиага продолжают русским продавать одежду. Это точно. Никакого запрета там не было. Я имею в виду на Западе, куда ты можешь, собственно, полететь, если у тебя есть деньги. Я скажу так. Конечно, у Демны был сильнейший показ с точки зрения политической позиции. Очень, очень жесткий и очень смелый. Но давайте вспомним про то, что мода это все-таки хайп и в какой-то степени это хайповая история. Это хайповая история, которая не протянута сейчас на все это время внутри бренда. Да, был большой показ с заявлением двух последних луков, обратите внимание, и некого месседжа Демны, где он говорит не про политическую ситуацию, он говорит про то, что он когда-то был беженцем. И он знает, что чувствуют люди, которые оказались в этой ситуации. Сейчас в соцсетях бренда этого нет. Сейчас мы видим кроссовки, которые убиты, сгнили полгода назад. И вот, пожалуйста, купите их за 3000 долларов. Сейчас мы видим новые коллекции, мы видим Карди Би в розовом платье и в зеленых сапогах. Ну, как бы, я не считаю, что Баленсиага транслирует лишь одну эту идею. И идея Демны мной вот чуть ранее была описана. Я считаю, что Демна единственный современный дизайнер, который работает в большом модном доме, который делает одежду, которую носят. А что делают остальные? Ну, например, практически все из шоу Баленсиага ты можешь купить. Это все будет в большинстве случаев в продаже. В других домах ты 30% из шоу сможешь купить, а все остальное сделано для шоу. Для того, чтобы продать духи, помаду, маленькую новую сумочку, какое-нибудь еще развлечение, какой-нибудь интертеймент. То есть шоу многих брендов сейчас это инфоповод для того, чтобы продать какой-то коммерческий продукт. У Баленсиаги нет помады, у них нет каких-то хайповых духов сейчас. Они продают то, что они делают. Они продают обувь и сумки, да, я понимаю, что это основная часть продаж других брендов. И одежду они тоже продают в других брендах. Одежда это просто фон. Ну, например, Луи Виттон Николя Жескьера гениальный. Но одежда это фон для сумок, которые потом будут продаваться. Диор, Ким Джонс гениально. Но в большинстве случаев будут продаваться кроссовки с логотипами, сумки, седло, потому что одежда просто скроена на таких худых людей, что даже, по-моему, 68 размер, 68 размер на меня не налез. Ну, как бы, это просто одежда не для жизни, не для людей. Валентина очень красиво, но ты почти все, что было в этом розовом показе, не увидишь в итоге в магазине. Ты придешь туда, там будет рикотажная кофта, там будут красивые джинсы, сумка с клепками. А Баленсиага делает ровно то, что она показала, и потом ровно это ты можешь купить как клиент. Даже кутюр ты можешь купить. Вот я узнавал, кстати, сколько стоят кутюрные вещи Баленсиага. До всем известных событий хотел стать кутюрным клиентом. Даже три вещи хотел купить. Брюки, кутюр, Баленсиага 10 тысяч евро, пиджак, кутюр, Баленсиага 28 тысяч евро, и парка, такая красная в пол, в конце показа она была 30 с чем-то тысяч евро. Ну, пожалуйста. Что бы тебе это дало? Ты просто бы эго потешил. Билетик мой на показ кутюрный Баленсиага. То есть не закрыты еще все гештальты. Ну, я прекрасно понимаю, что это моя игрушка, это мои какие-то детские проблемы, которые, возможно, мои знакомые посоветовали бы мне проработать с психотерапевтом, но мне это не мешает. Ну, как бы, да, вот я хочу свои заработанные, честно заработанные деньги потратить на кутюрную парку в пол Баленсиага, которую, дай бог, надену один раз мне это нравится, я всегда этого хотел. И, честно, я настолько не про бабло, это моя большая проблема. Я не знаю, зачем мне нужно бабло. Ну, как бы, я его никуда не инвестирую, там, я не покупаю себе недвижимость. Кстати, кутюра это инвестиция. Конечно. Ну, такая игрушечная, да, в какой-то степени. Я не знаю, зачем зарабатывать гигантские деньги. С ним ничего нельзя сделать, даже доллары на них купить невозможно. Живем один раз, никто ничего не понимает. Может быть, через полгода вообще ничего не будет, не дай бог. Да, и я сейчас думаю так же. Если у меня сейчас есть возможность, не знаю, пойти купить себе новый айфон, хотя старый еще ничего, я иду и покупаю. Кстати, у меня знакомый после нашей с тобой встречи в кафе, я случайно его встретил, по дешевке продал. Если тебе нужна низкая цена на айфон, это как... Слушай, у нас как в советские времена, какие-то барыги, системы, схемы. Да, уже это началось. И, скорее всего, такое будет. Тоже тут какая-то одна из плетен, что тут чуть ли не в Москве уже какой-то черный магазин собираются открывать, куда-то айком будут растамаживать, привозить эти вещи, продавать там... Я уверена, что он будет не один. Да. Он будет не один такой магазин. И точно это будет, потому что мы вот в такой ситуации, в которой ты не знаешь, когда она решится. Мы не знаем, когда решится и будет ли при нас, как прежде. Как бы ни ужасно было то, что я сейчас скажу, то, что сейчас происходит, включило всем мозг. Вот те, кто способны включить мозг и быстро перестроиться, быстро посмотреть на ситуацию под другим углом, реально не останутся в дураках. И здорово, что у нас была двухлетняя еще эта репетиция с пандемией, когда мы оказались в замкнутом пространстве, ограниченные, без возможности выйти, купить, пойти, сделать то, что ты раньше мог сделать просто так. Сейчас как-то получилось достаточно быстро адаптироваться под реальность, занять свою голову работой, отвлечься от вот этого потока информации, который просто в первые две недели, конечно же, февраля-марта, ну, сносил с ног. Ну, это было невозможно себя собрать. Я вообще не понимал, что происходит, куда бежать, что делать, куда звонить. Меня спасло общение. Общение с людьми, я начал ходить на встречи, меня кто-то зовет, я прихожу, все говорят, ты реально пришел? Я говорю, да, я прихожу, потому что обычно я сливался, классический московский сливон, ну, не сегодня, давай там на днях созвонимся и увидимся. Меня спасло это и возможность быстро как-то перенастроиться, понять, на чем надо сделать акцент. У меня команда, мне нужно было всех поддержать, и всех там разговорами, делами, какими-то коллекциями, какими-то дропами, и как-то вот, мне кажется, что время-то на самом деле для таких боевых, дерзких и сумасшедших. Ты репостила мой пост в Телеграме, когда я написала о том, что ну не могу я вот со всем своим хейтом обрушиться на бренд Шанель. Не могу просто так взять и сказать, я больше никогда в жизни не буду, не знаю, клиентом дома Шанель. Мне очень хочется надеяться, что буду, и что это вся, просто мы живем в такое безумное время, что это все. Ну вот это ключевая фраза, я еще раз повторюсь, что там произошло, до конца это все потом облетело и превратилось в снежный ком. Потому что изначально говорилось, из-за санкций, введенных на люкс, что резидентом России, а не русским. Понимаешь, в чем разница? Резидентом России может быть кто угодно, любой национальности. А тут уже привязали все, наворотили, наврали, и понеслась вот это опять же хайп, о чем я только что говорила по поводу вот обложек и всего, что людям все равно, что постить. Они не разобравшись с ситуацией, не поняв сути, начинают вот это все, а другие, вот чем минус телеграмма, не проверяя факты, начинают репостить. И это все разносится абсолютно в искаженном виде. И вот эти все резания сумок, но это тоже абсолютный хайп. Это не имеет отношения ни к сути совершенно. Поэтому я отношусь к этому, ну, я не хочу этих людей никак осуждать, это их выбор, кто постит. Куда эта эмоциональная реакция? Ну, нравится им такое творчество? Пожалуйста. Я просто в этом точно не участвую. Я всегда просто делаю вид, что я этого не вижу и не хочу знать. И по большому счету правда не хочу знать. Все, что касается меня культуры отмены, она мне очень чужда. Это эмоциональное насилие. А травля в соцсетях это тоже эмоциональное насилие. Значит, у этих людей внутри настолько они недовольны своей жизнью. И, безусловно, была тяжелая пандемия. Люди потеряли работу, люди потеряли кто-то, у кого-то случился развод, у кого-то там потеря бизнеса. Разные вещи происходили, которые и люди сейчас находятся в таком эмоциональном раздраве, что, в принципе, сегодняшние события этого года очень хорошо легли на ментальное нездоровье, назовем это так. Поэтому вот это все, что я вижу, мне, ну, я бы на месте этих людей серьезно бы занялась реально своим ментальным здоровьем, эмоциональным. Потому что, ну, с такой ненавистью обрушиваться по любому поводу это просто страшно. Вообще сейчас на чем все построено? На чувстве вины. То есть ты должен постоянно себя чувствовать виноватым. Это то, как мы выросли в Советском Союзе, в наших школах, нас так воспитали. На чувстве вины вот на этих манипуляциях то, что сегодня происходит. Ты сам выбираешь свое кино, я считаю. Поэтому я себе свое кино включила. Я в это не хочу абсолютно быть вовлеченным, потому что просто истощение эмоциональное происходит моментально. Это просто вот любая ссора, любой скандал, это же абсолютное обесточивание себя. Поэтому я немножко на другом, на сезонии пытаюсь существовать, творить. И это гораздо более, наверное, это мой путь. Не буду говорить, что это правильно, потому что у каждого свое правильно. И я уважаю мнение каждого. Мы сейчас оказались в ситуации, когда большинство западных брендов, без разницы, каких масс-маркет, типа Zara, и люксовые бренды, ушли из России. Как в этой ситуации продвинутому стилисту брать вещи на съемку для работы со своими звездными клиентами? В этом смысле то ли интуитивно, то ли я не знаю как, я закладывал яйца в две коробки, а не в одну. У меня есть бренд, с которым я работаю, Geisha, я сооснователь этого бренда и креативный директор вместе с Анастасией как раз. Также Telegram-канал, который случайно наряду со всеми событиями был создан, который мне тоже нравится развивать, я тоже там нахожусь. Относительно брендов стало тяжелее, скажу честно. Сейчас время таких вот господи, прости, возможностей, несмотря на всю ситуацию, которое происходит вокруг в мире, это время возможностей. И я за то, чтобы мы сделали действительно что-то достойное, что-то свое, что-то несмотря на запад, а смотря внутрь себя. То есть ты думаешь, что импортозамещением можно решить эту проблему? Вот здесь есть проблема как раз, с которой я лично столкнулся, что вещи это не только про дизайнера, который нарисует вещь или там, я не знаю, значит, определенную позицию, и от него все зависит. Это еще и команда, это еще и, значит, швеи, технологи, значит, маркетологи, кстати, про которых мы тоже говорили, которых не хватает. Это большой пласт работы с огромным количеством людей. Креативить в России не позволяет именно, на мой взгляд, вот это, отсутствие кадров. Если говорить про прикладные вещи, вот, например, у тебя, не знаю, возникает запрос сейчас либо для Ирины Шихман, либо для Олеси Кафельниковой взять на съемки вещи. Где ты сейчас их возьмешь в ситуации, когда западные бренды нас покинули? Сейчас есть русские дизайнеры. Ну, например, кто? Назови кого-нибудь. Какие бренды ты любишь российские? Мне очень нравится российский бренд Калманович. Мне нравится Росарио. Они большие молодцы. Да, согласен. Мне нравится Фантом. Они делают вещи из кожи. Возможно, тоже займусь скоро одеждой. У меня есть, значит, знакомые, которые, значит, они просто им нечем заняться, они открывают свой бренд. Вот я против такого. Но как это распознать? Это, наверное, человек в себе должен понимать, есть ли у него поток, есть ли у него действительно... То есть обесценивать работу дизайнера тоже, пожалуйста, не нужно. Не нужно лезть туда, где ты, условно, не, там, профессионал. Если ты просто хочешь сделать, чтобы тебе поаплодировали, тогда желаю тебе удачи. Но я против такого рода целей, потому что такие цели всегда заканчиваются крахом, как я вижу. Мне кажется, это не глобальная цель с точки зрения сделать самую крутую кожаную продукцию в России, чтобы мы могли не пользоваться, не знаю, там, позициями, не знаю, Хром Хартс, Бальман и так далее, например, да, кожаные. Вот это цель. Ты когда-то рассказывал, ты мечтал поработать с Ириной Шейк, и однажды в рамках твоей работы в Фэнди тебе удалось ее куда-то нарядить, я так понимаю. Вот Fashion Night Out, она зашла в Корнер, и мы составили с ней, так скажем, образ для фотографов, и я помню, даже подарили ей сумку Фэнди. И ты на радостях, я зашла вчера в твой Инстаграм, это так забавно, где-то я долистала почти до начала, и ты на радостях запилил целых три одинаковых с ней фотографии, чтобы уж наверняка, чтобы все поняли, что ты с Шейк все-таки поработал. Потому что Ирина Шейк это, так скажем, муза, дива, она великолепна. Я считаю ее суперпрофессионалом в своем отделе, и я с удовольствием бы поработал с ней, с удовольствием. А как тебе кажется, почему вот столько всего русского отменили, вплоть до Чайковского, то есть отмена глобальная, русской культуры, русских спортсменов, но русских красавиц, Олеся, Ирина Шейк, никто не отменяет, слава богу. Слава богу. Я надеюсь, их не тронут, но вот на последнем, так скажем, Мэтт, мне казалось, что Ира была какая-то грустная весь вечер. Я смотрел фотографии из дорожки, из бэкстейджа. мне тоже так показалось. Мне подумало, что это я, видимо, какие-то свои эмоции транслирую. Когда она в этой всей коже, мне тоже показалось, что она была грустновата, и, ну, не может на ней это же наверняка не отразить. Еще мне кажется, что Ира, она еще в плане стайлинга, как мне кажется, такая она все-таки модель. Мы видим шикарные образы с кампейнов и с показов, но как персональный отдельный бренд себя до конца, как мне кажется, это может быть субъективное мнение, не раскрыло. То есть мы не видим крутых стрит-стайлов, чтобы ко мне пришла клиентка, например, вот даже из моей работы сказала, я хочу выглядеть, как Ирина Шейк. Приходит, в основном, с запросами Хейли Бибер, например. Она себя максимально реализовала благодаря своему стилисту. И благодаря себе, безусловно, это не только работа стилиста, и я прошу на это обращать внимание, что здесь все лавры получают дуэт, а не один человек. Та же стилист, которая у Хейли Бибер, она, например, на мой взгляд, ну максимально не очень сработала с Мэган Фокс. Понимаешь, да? Да-да-да. То есть на Мэган просто начали надевать все тренды, и это смотрится, на мой взгляд, очень как-то вот про вещи, не про персоналити. И Ирина, мне кажется, ей... Я бы с ней с удовольствием поработал, я бы прям с удовольствием с ней поработал. Она мне очень нравится, она крутая. Кстати, вот если выбирать между Ксенией Собчак и Ириной Шейковой... Ну не давай мне этот выбор. Я надеюсь, что мне не придется выбирать. Мне хочется, мне интересно узнать и Ксению Анатольевну, мне интересно узнать и там каких-то других героев, и Ирину, и еще кого-то, и неизвестного человека. И я на шопинг-сопровождении невероятно отрываюсь. Это одна из моих любимых, кстати, услуг. Не фотосессия, а именно шопинг-сопровождение. Я обожаю это делать, обожаю. А сколько стоят твои услуги? От 2,5 тысяч евро. А уже было 1700, когда ты с этим ленцем общался? Да, 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 я знаю. Ну цены растут, соответственно, сейчас... Я просто меньше беру определенной работы, но... А это цена за что? То есть за один разбор гардероба или за один поход на шопинг-сопровождение? Нет, ты делаешь шопинг. После этого ты, по-моему, тратишь большое количество времени, ты примеряешься с человеком, ты отбираешь ему вещи, ты делаешь грамотные покупки, потому что не нужно покупать то, что человек надеет только один раз. Я должен продумать, какое количество раз эту вещь он будет одевать. Чтобы не было, ты знаешь, консюмеризма, когда ты покупаешь это, это, это у тебя лежит, я такое ненавижу. То есть я полностью веду человека и занимаюсь его гардеробом. Туда входит, значит, шопинг-сопровождение. Потом я прихожу к нему домой и, соответственно, разбираю гардероб, подстраиваю те вещи, те позиции, которые мы приобрели в его собственную коллекцию. И тем самым создаю определенно, не люблю это слово, базу. А какие еще, как тебе кажется, стилисты наши или мировые совершили феноменальное преображение? У меня есть, кстати, один. Лоу Роуч, наверное. Нет, мне он очень нравится, но мне кажется, что делает он в Зендае, это определенного рода, это круто, все говорят, вау, вообще, но сильно какого-то невероятного стайлинга, я не говорю, что там у него должно быть большое количество украшений или еще чего-либо, сильно большого стайлинга, какого-то такого вот, я не понимаю просто, чем все восхищаются в таком количестве. Потому что это преображение просто века, мне кажется. Для меня преображение, это Мел Оттенберг, когда он работал с Мелзи, когда он работал с Рианой. Кто, на твой взгляд, самый крутой по стайлингу и стилист, и селеб? Вот чья работа, тебе кажется, просто крутая, феноменальная, А ты Олег задавал этот вопрос? Да. А он меня назвал? Он, нет, он знаешь, кого он назвал? Он назвал стилиста, который с Рианой работает. А, Лауроучи. Нет, Лауроучи, это Зендая. А он как раз сказал, что Лауроучи ему не нравится, я очень удивилась, потому что мне кажется, вот кто феноменально работает. У Зендая офигенная фигура, классные параметры. Много у кого офигенная фигура. И Зендая одна из тех звезд, которая не пустая. И, конечно же, возможность стилиста обратиться ко всем мировым брендам с именем Зендая тебе дадут все, отрекованца, заканчивая Валентина. Ты попробуй одеть какую-нибудь Шарупешкину Марину, которая вообще суперперспективная певица с потрясающими голосовыми данными, а тебе просто на нее ничего не дадут. И ты вот из говна и палок вот собери ей лук, чтобы с красной дорожки потом все визжали, говорили, что лучший лук был у Шарупешкиной. Понимаешь? Если говорить о каком-то феноменальном преображении у Зендая, точно. Феноменально, потому что я очень хорошо помню, как она выглядела подростком. Нет, однозначно. Там глобальная работа, проделанная, и он, правда, сильный специалист. И чтобы быть специалистом, который может позвонить в любой модный бренд, тебе все дали, тоже нужно сделать большую работу, поэтому... Ну, я сейчас тебе навязала это мнение. А вот кого ты считаешь классно поработавшим? Я просто думал, ты про русских кого-нибудь очень хорошо спросишь. И про русских, да. Ну, честно говоря, русских стилистов я особо никого сейчас не контролирую, не мониторю и не смотрю. Про Алико знаю. И я думаю, что он привык к тому, что его сравнивают постоянно со стилистом условно и Ким Кардашьян, потому что, наверное, главная его дива это Решетова, которую часто с ней сравнивают и по позам, и по одежде, и по стайлингу. Ровно это он мне и сказал, да. Да, и тут меня совершенно не парит, что их сравнивают. Во-первых, как бы Ким не самый плохой пример. Тут вопрос, вытягивает ли это Решетова достаточно, там, харизмы, чтобы вытянуть то, что тянет Ким. И Алико делает свою работу. Даже если он кого-то цитирует, цитировать это нормально. Ничего страшного в этом не вижу. Я тоже неоднократно цитировал и стилистов, и дизайнеров, и совершенно не гнушаюсь взять какую-то вещь из своего гардероба, принести к нам на производство и сказать, ребята, такой классный лацкан у Дрис Ванота, ну давайте такой же повторим. Что придумать новый, если у меня есть классный свой? На прототипах работают все, даже большие международные бренды. Мухина как стилист нравится тебе? Мухина прекрасна. Фэшн-съемки мухинские потрясающие. Маша Федорова прекрасный стилист, она вообще когда-то с этого начинала, и она хороша в своем деле, просто, насколько я знаю, не так часто практикует в последнее время. Андрей Артемов, гениальный стилист и дизайнер бренда ВОЗ. И очень классные ребята, которые одевают Машу Минагару для позавчерашних новостей. Китти и Миша, Маша, я не могу выговорить их имена, Китти, Маша, Цузамен, Цузамен Махан. Вот. Они очень прикольно делают свою работу, но у них тоже есть доступ, я так понимаю, они дружат с кем-то в КМ-20, где они могут взять вещи, которые обычно никому не дают, пялит это все... Не дают в КМ-20? ...на Минагару, но мне ни разу не давали. Но я особо никогда не запрашивал. Я про то, что внутри каждого человека живет стилист, к нему просто нужно прислушаться и найти с ним точки соприкосновения, и все у вас получится. И не бояться совершать ошибки, не париться, не усложнять, делать как нравится. Вот сейчас время делать как нравится. Безусловно, все отталкивается от человека, фигуры, посадки и главного образа жизни. Первое, что я спрашиваю, что, какой у вас день, как он выглядит. То есть, когда человек работает в офисе или в банке, это одна история. Если это девушка, которая светская львица, это совершенно другая история. И кто-то меня запрашивал, у нас тут был такой кейс, что, говорит, хочу быть модной. Я говорю, так, хорошо, модной ты будешь, чтобы, говорит, меня ставили на сайт ВОК, Базар, я говорю, без проблем. Но, говорю, тогда будем делать два гардероба. То есть, я когда у нее разбирала гардероб, там все, перья, стразы, я говорю, это мы все убираем, бриллианты все убираем. Вот, пожалуйста, то, то, то. Она говорит, а, как же я буду со своим мужчиной? Я говорю, а вот для мужчины отдельный будем гардероб. Все, РВ лежит. Ну, то есть, по ситуации, я всегда очень индивидуально подходила каждому человеку. Ну, и, конечно, очень важно, ты очень много видишь. Ты вхож в дом, ты очень видишь много всего, что, их личный клиентов, жизнь. Поэтому, очень важно здесь никогда не распространяться, что ты увидел, кого ты, как ты. Ты должен понимать, что, если человек ходит в дом, в банк, то он должен выглядеть соответствующе. А он к тебе с Рефом какой-нибудь Ким Кардашин приходит, и ты говоришь, ну, дорогой, наверное, это не твой вариант все-таки. Да, и иногда просто у меня было такое, что ты отказываешься. Ну, то есть, ты перебрал гардероб, вернулся, а все вещи опять лисят, которые ты убрал. И тебе даже за это деньги заплатили. Но я, ты потратила на это столько энергии, то есть, для меня что главное? Результат. А когда ты что-то делаешь, 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 и человек тратит деньги, и в итоге финал тот же, ну, то есть, та точка, от которой ты ушел, на ней вернулся. Для меня это обесценивание. Мои энергии, труда, и я вижу, что результаты, я так говорю, наверное, вам нужен кто-то другой, потому что есть вещи, которые я не умею делать. То есть, я смотрю сейчас, ну, даже из-за того, что начала вести телегу, смотрю чаще на все эти выходы, стрит-стайл, девчонок, и Джиджи ходит. У меня ко многим вопрос иметь такие возможности, таких стилистов, когда тебе просто килограммами присылают. Вот этот день рождения Джиджи, где они все что-то там нарядились. Это отрасль, это я просто посмотрела, боже мой, с такими, как они все красавицы, молодые. У тебя возможность, любой, они все очень странно выглядят. Может быть, у них такая трэш-вечеринка была, я тоже, кстати, не поняла этого. А кто для тебя пример того, что вот это в стиле, вот это круто человек выглядит? Ну, я всегда была и остаюсь фанатом в Париже, Франции. Если мы говорим про стилистов, то все девчонки, кто работает во французском ВОК, Вероник Дидери, Жеральдин Сальо, как они стилизуют, как они сами выглядят. А из звезд, если брать вот такой широким массам известных людей? Ну, мне, в принципе, нравится, как Халли Бибер одевается. Западные бренды уходят из России. Вот для тебя, как для клиента, это проблема? Нет, абсолютно. Каким образом твой шопинг будет выглядеть сейчас? На русских дизайнерах. Я понимаю, что это неблагодарное дело, какие-то универсальные, давать советы. Но, насколько я понимаю, что основной все-таки запрос, когда работают с персональным стилистом, помимо выходов на красные дорожки, это создание какого-то базового гардероба. Если бы сегодня тебе сказали, вот какой-то, ну, не от человека отталкиваться, а вот какие-то универсальные истории, вот базовый гардероб, это что в нем должно быть сегодня, на твой взгляд, такой классной, модной, современной девушки, женщины? 100% сорочка, 100% пиджак, такой оверсайз, да, тренч, очень классный кашемир, кстати, тоже появилась в России, все больше и больше появляется именно люкс высококачественных брендов, вот кашемир, джинсы, майка, конечно же, но это все футболка, это должно быть настолько все правильное, то есть, какой у тебя как это все, какая строчка, какой вырез, это все в деталях, ну и, конечно, я очень люблю украшения, но это, это мое личное предпочтение, я их всегда нашел, вот в них сплю, моюсь, безусловно, русские бренды будут развиваться, и несмотря на все сложности, я уверена, появляются все новые и новые, причем очень качественные, я слежу, подписанно смотрю, и прям молодцы, что будет с, бизнесом, мы вообще не можем прогнозировать, учитывая, как трясет мир, и чтобы куда-то дальше пойти, надо понять, где это дно, чтобы от него оторваться, а где оно, пока никому не понятно, я просто постоянно вспоминаю пандемию, все эти, у меня эти, я просто чистила телефон и увидела миллион скриншотов, которые я делала у других, у коллег, у иностранных коллег, мир не будет прежним, больше осознанное потребление, да больше никогда, да, мир очень сильно поменялся, прям очень сильно, но по-прежнему люди продолжают покупать, просто по-другому, просто они больше делают акцент, если раньше очень всем важны были коллаборации, дропы, то сейчас люди готовы платить за эмоции и за уникальность, то есть если даже больше, то есть как выросли цены на люкс, это просто какой-то невообразимый ценник, потому что человек хочет заплатить за качество, за бренд и как инвестиции, и носить эту вещь не один сезон, как вот было модно до, то есть ты купил какой-то дроп-коллаборацию, оп, еще что-то, здесь немножко ценности поменялись, сто процентов и сейчас поменяются ценности, мы просто не знаем, говорю, от какого дна будем отрываться, но это мир не будет больше прежним, это сто процентов. Считается, что именно фэшн-ритейл огромное пространство для маневров сегодня, с одной стороны, вот как Маше Федорову, которая сейчас свой бренд, она говорит о том, что очень сложно, потому что ни пуговиц, ни там фурнитуры, ни того, ни сего, ничего нет, потому что у нас ничего не производят, но вообще, по-моему, нет ни одной страны мира, где бы все производили, потому что сегодня, в эпоху глобализации, это ты покупаешь там, это здесь, нитки там, ткань здесь, логистика что-то, как-то, чего-то, в целом-то, может быть, это было и не нужно до недавнего времени, чтобы в одной стране все производили, но поскольку мы, как бы так сейчас временно, страна изгой, не люблю это слово, но так есть, ну, как есть, так и говорим, конечно, с одной стороны, производителям стало сложнее, но с точки зрения реализации стало легче, потому что конкуренции практически, конкуренции мало, она есть еще пока, но ее мало, и получается, что сегодня, если у тебя, как ниша, фэшн-ритейл, это просто, вот, прям, клондайк, то есть можешь, вот, ты сейчас не хочешь подрасшириться. Это говоришь, ты как человек, который не делает свой собственный бренд одежды. У меня есть подруги мои, замечательный, это Мудстор, вот сижу, поддерживаю российского производителя. Я тоже поддерживаю, смотри, на мне толстовка Планта Росса, от Ибрагима Гациева и Панки Фил Жени, на мне футболка моего бренда, Рогов, всегда, кстати, классный футбол. Футболка вообще супер, вот тоже поддерживаю. Не хуже Юникло, между прочим. А Юникло на мне хуже сидят, чем наши, между прочим, потому что у нас фит чуть пошире, а Юникло все-таки для размера L максимум, больше уже там не купишь, а я люблю когда овер, когда побольше. Поэтому все как для себя, как бы не банально это звучало, половину вещей для своего бренда я делаю как для себя, которые я смог бы надеть и выглядеть в них классно. Я понял твой вопрос, я понимаю, что людям не совсем глубоко погруженным в ситуацию кажется, что правда, сейчас ситуация вообще бомба, просто русские бренды взорвут рынок. Во-первых, не взорвут, они бы и до этого его взорвали. Во-вторых, как я уже сказал чуть ранее, есть много людей, которые не готовы потреблять русского дизайнера, заменив им вещи любимых люксовых брендов. Если это о люксе идет речь, да. А если о масс-маркете? Но при этом русские дизайнеры не стоят как масс-маркет. У нас из масс-маркет русского это Lime, который, естественно, не в России производится. У нас Love Republic, который не в России производится или частично что-то, возможно, делается здесь, остальное это Китай. У нас есть что? VASSA, кстати, один из немногих брендов, который производится полностью в России, даже сегодня у них был, там по делам ездил, мне надо было взять несколько вещей для съемки. Ниша вроде бы как будто бы освобождается, но эту нишу занимала условная Zara, H&M и так далее. Но русские бренды в большинстве случаев не могли конкурировать с их ценовой политикой. А сейчас, когда бренды ушли, а цены поднялись, то есть люди, которые привыкли к ценам масс-маркета, по большому счету масс-маркета для себя сейчас обнаружить не могут. Соответственно, мы уже говорим о аудитории, которая хочет модно одеваться, а это цены 15 тысяч и плюс. Например, у нас в магазине цены от 2,5 тысяч за футболку до 27-30 тысяч за какую-то очень дорогую вещь. И это дешево, потому что многие бренды нашего же уровня, я знаю, где они шьются, это те же производства, это те же ткани, заказанные там же, делают наценку гораздо больше, чем у нас. И наш жакет в 22 тысячи, похожий, из похожей ткани у другого российского бренда, стоит 45 тысяч плюс. Но как бы это дорого, это очень такая обеспеченная уже аудитория, которая может себе это позволить. Вот на нас условно сейчас переключилась аудитория Zara. Мы видим новых клиентов, которые приходят в магазин, которые покупают то, что не покупали до этого. У нас очень много мужской аудитории сейчас, потому что вроде бы мы бренд женский, я сейчас о моем бренде говорю, но при этом большинство вещей шьются как на мальчика. Это пиджаки, брюки, мы делаем мужской фасон. Мальчики об этом узнали, мы поняли, что им надо это донести. Мы наши вещи сняли еще на мужской модели, и у нас очень большой поток мужской аудитории, потому что мужских магазинов вообще нет. Я не знаю, где мальчики сейчас покупают доступную обувь, потому что раньше это была Zara или заказывали на Asos, где сейчас купить казаки за условные 10-12 тысяч рублей. Нигде. Их просто не существует. Где купить себе красивый костюм за 25 тысяч рублей? Нигде. Это будет какой-то костюм такой, знаешь, офисный или максимально классического силуэта. Какой-то такой хайповый костюм не купишь. Вот к нам они идут за этими пиджаками объемными. Вроде бы ниша освободилась, на самом деле занять-то ее некому. Как тебе кажется, может ли случиться так, что будет ренессанс услуг стилистов, поскольку, ну, как мы уже с тобой говорили, шоппинг превращается в такой небольшой квест? Мне кажется, во-первых, снова используют эту аллегорию лопнувшего пузыря. Очень многие стилисты лопнулись, потому что вдруг они поняли, что они не знают, как им работать, потому что раньше это были крутилки в магазине. Ай-ай, жик-жик, бум-бум. Сейчас-то нужно проявить смекалку, понять, какими способами воздействовать на аудиторию, где брать клиентов. Вот те схлопнулись, они, наверное, чем-то другим сейчас будут заниматься. Те, кто выжили, наверное, да, у меня есть девочка, знакомая Ирина, у которой просто расписано все чуть ли уже не до Нового года. Шоппинг, онлайн-шоппинг, шоппинг-сопровождение в Москве, подборки луков, разборки гардероба. Да, все это делают, перебирают старые завалы, собирают новые луки из того, что есть, докупают что-то, что необходимо. И, опять-таки, стилист хотя бы руку на пульсе держит. Мы знаем, где что есть, что почем, в какой бренд надо сходить, где что взять, где еще скидку вырубить можно. Русские-то чем хороши? Ребята, там, может, скидончик, я у вас тут три вещи беру вместо одной, и мы даже у нас в магазине скидки делаем. Ренессанс может случиться, но и заката пока не было, работа стилистов. Стилисты пока еще были актуальны. Их очень много, расплодилось просто по всей стране. Поэтому я думаю, что заката еще не было, чтобы говорить о Ренессансе. Я думаю, что стилисты работать будут, возможно, чуть меньше, но их чек, скорее всего, увеличатся. Ты всегда отличалась даже от главредов Кондонаста тем, что у тебя вот эта вот витальность, ты стас шампанским, ты всегда веселишься даже с поломанной ногой на вечеринках. И очень многие всегда писали, когда там Катя с Дашей успевают работать. Но со стороны, конечно, кто подписан на тебя и кто к глянцу не имеет отношения, очень многие говорили о том, что, посмотрите, это не жизнь, ну, просто как голливудские звезды живут. Прям... Ну, это правда. Ну, это отчасти, да, это правда. Именно так мы и жили. И было прекрасно, такой был период в жизни. Ну, и вообще, у меня был осознанный выбор, что мой инстаграм будет про позитив. Поэтому у меня всегда было шампанское, всегда... Хотя мне всегда было, что выложить, и противоположное, но чем больше ты горишь позитивных моментов, тем больше тебе еще жизнь дает вот этого радостных мгновений. И я вот такой выбрала путь. И мне нравилась вот эта картинка, что там бокал, веселье, смех, шутки. Прекрасно. Показы, перелеты. Мои коллеги некоторые только про работу были. То есть они, как... Какая съемка, как я в офисе. Я немножко про другое была. Но пул работы, да, и цикл, он у всех был одинаковый. Последний год ты с гипсом. Что случилось и почему так долго? Я не подскользнула со ступеньки, съехала у Лены Перминовой в гостях в Италии. И мне показалось, что я вывернула ногу. мне не хочется быть нитиком. Думаю, ну, вывернула, заживет. Я ходила с палочкой полгода. И только сейчас я поняла, что я просто надорвала себе связки, порвала хилл. Очень удачно наложили гипс. Неудачно? Неудачно. У меня вообще не было таких травм. Я поэтому не знала, как правильно... Хотя ты гимнастка. Да. У меня... В прошлом. Есть, да, мастер спорта. Были моменты с коленями, но вот таких травм у меня никогда не было, чтобы переломы, разрыв сквязок. Я просто как-то вот обошла это, к счастью. Его сшили очень тугим, поэтому я, наступив на детскую машинку в сентябре, я уже начала ходить потихоньку, и я разъехалась и просто порвала его второй раз. Я просто рыдала в этот день, вот упала на колени, я поняла, что я его снова порвала, и просто порвала, наверное, три часа, потому что я поняла опять, сколько мне придется пройти, опять разрабатывать операцию. И потом, вот три раза я ездила в Берлин, потому что поскользнулась в Париже, и был риск третьей операции. Французы мне сказали сразу, что мне надо вытащить из локтя или колена сухожилие, разрезать икру и вшить, то есть оба доктора подтвердили. Я просто, я была в шоке. И потом я полетела в Германию, мне три раза, то есть ежемесячно летала. Октябрь, ноябрь, декабрь. И Слава, к счастью, они сказали, нет, все, никакой больше операции не надо, просто быть осторожным, разрабатывать. И я теперь понимаю ценность здоровья, я понимаю ценность жизни, здоровья. не замедлялась ни на сколько, ты и с гипсом и летала, и недели моды, и туда, и сюда, и в самолёты. Я была под конец года уже, снег, скользко, эти костыли, которые разъезжаются постоянно. Это тапочек, которые я с собой держу, что, ну, в общем, я вспоминаю просто в ужасе, поэтому, когда в этом году меня спрашивают, как дела, я говорю, вот, отлично. И ещё ребёнок, то есть малыш, которому нужно внимание, на ручки взять, ковид у меня был на костылях, то есть ты не можешь, я болела дома одна, ты не можешь ни чашку чая себе донести, потому что ты постоянно, ни бутылку воды. И это было прямо испытание. Ну, я эмоционально прям держалась до последнего. В ноябре уже сломалась, я уже была просто в неадекватном состоянии, потому что просто мечтала. И вот очень важна реабилитация. Я всем хочу сказать, что если какие-то травмы, реабилитация, это самое, самое важное потом. Очень правильный врач, который поставит на ноги. Поэтому мне встретились такие люди, я им очень благодарна. Личный вопрос, если тебе будет некомфортно, можешь не отвечать. Я родила второго ребёнка в суперзагадочных обстоятельствах. Если есть в России вот кто-то флагман феминистического движения, то это ты. У тебя было почти 40 лет, когда ты родила второго ребёнка. И вот ты говоришь о том, что у тебя в графе отец стоит прочерк, ты родила ребёнка сама для себя, осознанно, целенаправленно, не боясь ничего. Ну, конечно, я боялась, безусловно. Боялась не справиться финансово, никогда не зная, что завтра. То есть меня больше пугает, что я что-то могу детям не дать. но у меня столько любви, которой я могу поделиться, столько опыта, которой я могу поделиться, и я очень рада. То есть меня настолько наполнена жизнь, и Машенька выросла достойным, прекрасным человечком. Она учится в прекрасном университете, его признали лучшим в прошлом году в Шотландии, там, где Кейт Миддлтон как раз училась. Она вчера первый раз вышла на работу официанткой в кафе. Ну, то есть там, в Лондоне. Там, в Лондоне, да. Потому что сейчас финансово тяжело, университет стоит немалых денег, и вот она вот такую свою вносит лепту в наш семейный бюджет. Люкс в России. Одно из основных ограничений, одна из ключевых санкций, это именно предметы роскоши и люкс. Я читала в Телеграме вот Ксения Соловьева писала о том, что ну не может люкс вот так вот с Россией распрощаться, им важен российский рынок. Конечно. Но российский рынок это 2%. С двумя процентами в целом любой бренд может попрощаться, если прям принципиальную позицию займет. Посмотрим, какого бренда. Это же не китайский рынок, где до 40% доходит все-таки продажа, как на Китае 40%, здесь уже это, считай, потеря бизнеса. Ты много лет напрямую работала с большим количеством люксовых брендов. Ты примерно понимаешь, насколько прочные связи у них с российским рынком. Вот как тебе кажется, все-таки в ближайшей перспективе? Что ждет люкс в России? Про 2% мы не можем, мы сейчас говорим о всем люксе, но если детально, у кого-то... Ну, какого-то больше. Да, например, Dolce & Gabbana не всю жизнь продавались в Москве просто безумными объемами и будут продаваться, да. Кто-то в меньшем, как Йоджи и Мамото, да, или Ком де Гарсон. Я уверена, что это очень нишево для России. Для кого-то мы очень важный рынок, для кого-то не важно совершенно, потому что процент продаж настолько низкий. И здесь я думаю, что для тех, кто наши основные партнеры, безусловно, российский рынок важен. И они тоже заложники всей этой ситуации, санкций. поэтому просто надо ждать и смотреть, что будет. Я не думаю, что эти решения очень легко дались. Российский рынок эти бренды никогда не интересовал особо. Кто у нас тут официально представлен? У Hermes было представительство какое-то там небольшое, у Dior, наверное, самый масштабный шоурум даже был, где можно было брать вещи нашим инфлюенсерам, которые думают, что они очень большие инфлюенсеры просто носить. Был когда-то Versace, который исчез. У кого еще шоурум есть, у Gucci, друзьям раздавать, поносить. И вот какие-то сборные солянки типа RSVP, которые представляли бренды совсем другой категории. Это единственные бренды, которые решили условно прийти официально... А вот у Burberry еще был официальный офис, здесь прям вот локальный, у Chanel. И вот еще буквально несколько брендов. Они никогда не были заинтересованы в российском рынке, им было пофиг на российских инфлюенсеров, он платье кинули какой-нибудь там в затяжках, иди на показ на наш посиди, еще стори с ними. И все радовались, одного человека, кому платил хоть один западный бренд здесь. Ты знаешь хоть одного? Ну, и у меня было... Я не знаю, видел ты или нет, у меня было интервью с Сашей Маркиной. Видел. И мы с ней этот вопрос обсуждали. Но ей же не платил в этом день. Никогда. Сумку в подарок. И она говорит, ну ты что, я же так всегда мечтала поработать с этим брендом. Я говорю, ну так тогда ситуация никогда не изменится. То есть ты свой имидж одного из самых крутых инфлюенсеров в России, фэшн-инфлюенсеров, отдаешь бесплатно за счастье работать с брендом. В то время как твои западные коллеги за это получают деньги. Но я здесь могу понять Сашу, я, наверное, тоже сделал бы как она, потому что все-таки бренд Лой Витон это серьезный бренд, который тебя подтягивает тоже к своему уровню. Но с другой стороны сотрудничество с этим брендом лишает тебе возможности работать с другими, которые, возможно, тебе заплатили бы. А ты вроде бы уже аффилированный представитель бренда на территории России. Поэтому российский рынок в глобальном таком маркетинг масштабе никогда эти бренды не интересовал. Никаких русских лиц у них там не было официальных. Кто всех интересует? Азия, все солисты BTS и всех этих кей-поп-групп, они все уже разобраны брендами, начиная с Celine, заканчивая Dior. Все с ними работают. Наш рынок, но был постольку поскольку, но Талла Константиновна когда-то добилась того, что Россию приняли и начали вот сотрудничать напрямую и коллекции представляли и даже приезжали когда-то с какими-то визитами красивыми сюда. Но мне кажется, что все-таки от них там особо, знаешь, здесь не убудет. Кто летал, есть возможность летать дальше, но там себе что-то купят, наверное. Здесь-то чего? Ну как тебе кажется, что если бы Россия была таким мощным рынком, как Китай, который, ну, нереально игнорировать, от 20 до 50 процентов у каждого люксового бренда приходится на Китай. Вот потерять такую долю рынка, ну, это уже... Критично. Ну, это уже, может быть, даже и крах бизнеса. Потому что, да, это серьезно. И тут уже Китай не отменить никак. Ты наверняка знаешь про вот эту знаменитую хлопковую войну. Да-да-да, конечно. Когда пытались кто Найки и H&M выпендриться и сказать, что там какой-то хлопок, который добывают в Китае с помощью населения Китая, которые там как-то притесняют, и они как-то выяснили, что им, в общем, как-то их не очень правовыми способами, можно сказать, с ними работают. В итоге китайцы возмутились, сказали, ах так вы... А, и они решили этот хлопок покупать в Индии. Китайцы говорят, ах так вы покупаете в Индии хлопок, от нашего хлопка отказывайтесь, то есть вы нас отменяете, а продавать здесь собираетесь. И они берут Найки и H&M просто... Стирают. А там очень быстро консолидируется общество. Они собрались в соцсети, бах-бах-бах, там, Вичаты, и они просто отменили эти бренды. И ничего не осталось делать Найки и H&M Как снова купить их хлопок. Конечно, купить их хлопок, вернуться к ним, закрыть все вопросики, потому что, ну, извините, крах бизнеса. Я думаю, что в какой-то степени, если бы наш рынок был важнее, наверное, бы ситуация складывалась иначе. Наверное. Потому что это же так просто кого-то отменить, вот эта шумиха в соцсетях поднялась, ее же вообще никто не предполагал, что такое произойдет. Это просто шум в соцсетях. Так же и было, что бренды начали один за другим уходить, потому что, если мы сейчас не уйдем, нас отменят на более масштабной территории. И с Юникло ситуация абсолютно показательная. Заявление абсолютно четкое. Мы останемся на рынке, потому что мы хотим, чтобы русские люди тоже имели возможность носить нашу одежду. И в итоге, сколько там, две недели прошло? Да, меньше, меньше. Там несколько дней прошло. Поэтому, наверное, то, что рынок не так интересен и не так масштабен, можно было вот это все провернуть. Вернуться или нет? Ну, пока магазины стоят, вон в Миу-Миу вещи все в пакетиках на витрине. Витрину обновляют. Уже три раза меняли витрину за все это время. Одежду меняют. Я же гуляю там иногда по столешке. В Праде тоже все обновляют. Везде все в магазине внутри находится. Поэтому, наверное, надеются, что возвращение будет. Когда? Но вот я сейчас почему-то думаю, что все-таки конец лета. Что к концу лета вот что-то начнется. Мне кажется, что все ждут отмены вот этой санкции на ввоз люкса не дороже трехсот евро. Потому что там нет ничего дешевле. Ну, как бы носки с трусами. Ну, чтобы носки с трусами возить. Я надеюсь, что к концу лета что-то прояснится. А так, мне кажется, мы к концу лету так к всем привыкнем. Но, может, все равно будет. Потом речь, эта адаптация случится. Абсолютно. через друзей, если кто-то живет там, что-то покупать на сайтах и потом просить прислать. Это будет квест. Одеваться хорошо возможно будет. Мне кажется, в этом даже какой-то уникальный стиль должен проснуться. Как моя мама всегда говорила, Голь на выдумке хитра. Все что-то придумают. Но, Надь, мы уже живем в другое время. Мы не живем в пузыре, в котором нет возможности увидеть, что происходит за границей. Мы это видим. Как бы там что ни отключили и как бы какая соцсеть ни провинилась, мы продолжим это видеть. Но так или иначе, мы будем все это знать. Мы находимся в другом информационном поле. Мы видим другое. Нельзя сделать так, чтобы все вернулось, как было в советское время. Все придумается. Бренды что-то придумают. Есть дружественные страны, которые продолжают поставлять сюда ткани. Мы, например, для нашего бренда почти всегда использовали турецкие ткани. Турция спокойно дальше все возит. У нас нет какой-то прям глобальной проблемы с тканями. У нас на осень-зиму все закуплено. На весну-лето все сделано. Мы весну-лету следующего года сейчас будем планировать. И Италию можно купить. Все там возят. Есть компании, которые каким-то образом привозят. Да, это дороже. Да, там не принимают оплату от русской компании. Нужно искать способ компанию какую-то находить, которая сделает за тебя эту оплату. Все это возможно. Делали ресерчинг по стране. Что у нас все-таки еще производят? То же самое Иваново. Хлопок шикарный. На рубашке. Там точно можно найти. Все будет хорошо. Про будущее фэшн-ритейла. Как тебе кажется? Что нас ждет в самом ближайшем обозримом будущем? Будет ли это увеличивающаяся доля российских брендов? Либо же потихонечку будут откатывать санкции назад, возвращаться? Довольно очевидно, что сейчас есть всплеск, есть гораздо больше интереса к внутренним производителям. Я помню, например, замечательную историю, когда в ЦУМе была нехватка элементарных пальто, потому что закупили очень много шуб, а зима оказалась очень теплая, и этот период, осень, вернее, была очень длинная и довольно теплая. И пальто не хватало. И тут как раз в это время Виктория Андреянова запретила свою вторую линию пароли, где она сфокусировалась на пальто. И Алла Константиновна Вербер, светлая память, закупила у нее большое количество пальто. Так поднялся бренд пароли, и в ЦУМе стало продаваться много пальто, сделанных в России. Это невозможно было запланировать. Так случилось, и то, что она произвела достаточное количество качественного продукта, который был востребован, это прекрасно. Поэтому если мы сосредоточимся на продукте и будем делать то, что мы считаем классным и востребованным, я думаю, что у нас есть все шансы у каждого бренда, в каждом сегменте развиваться еще больше. Сейчас вот новые времена, и я уверена, учитывая наш опыт, вот, например, Маша Федорова сейчас создала бренд. Даша Веледеева тоже сейчас, вот она уже запустила свой консалтинг. Это невероятная насмотренность и опыт, который мы можем поделиться. Стилистам проще, чем просто глафреды бывают разные. Да, давай, кстати, объясним, потому что у тебя и у Маши Федоровой нетипичная история. вы главреды снимающие, стилизующие, которые за картинку отвечают. Вы перешли из директоров моды, а в основном, мне кажется, чаще все-таки главреды пишущие. Им тяжелее, потому что найти сегодня себе применение сложно, потому что ты еще была и персональным стилистом. Да, я очень много работала. клиенты были Ходченкова, Бортич, Исакова, даже Юлия Тимошенко была. Да, Юлия Тимошенко была короткий какой-то момент. Мы снимали обложку для Эль. Тогда мой начальник был как раз Лена Сотникова и Филипп Власов. И я стилизовала эту съемку в Киеве. И она сказала, что какой прекрасный Сталин, говорит, я покупаю все. И она выкупила весь чемодан вещей. И потом мне от нее не раз звонили, просили приехать. А какие у тебя планы на будущее? Вот в какой сфере ты собираешься работать, зарабатывать? Стилистам легче, конечно. Всем снимающим Глафредом у них жизнь продолжается. Мы можем делать правитстайлинг, то есть собирать, помогать гардероб не только звездам, но также какие-то частные истории. Но если ты у меня опять спросишь про образ какого-нибудь политика, ты тогда так меня, конечно, вообще... Я причем в середине разговора только понял, что я делаю то, что никогда обычно не делаю. Но я там несколько образов подготовила, но не политиков. Рената в Париже Total Look Balenciaga. Великолепно. Потрясающе. Божественно. Не повторять. Опасно. Так может одеться только Рената и чувствовать это может только Рената. При этом, на самом деле, ну что здесь? Total Black. Идеально работает. Мы видим тут просто прикольные детали. На ней кутюрный жакет. Это из кутюрной коллекции, насколько я знаю. Прикольные вот эти туфли с имитацией пальчиков. И сумка Ridicule. Очень красивая. И вот такая, как будто бы несвежая прическа. Вообще мне все нравится. Отсутствие мейкапа, эти острые скулы. Ну не повторять, ты сказал. Не повторять. Ну такое надо чувствовать. Это одежда, которую надо чувствовать. Жакет этот носить невозможно. Он наверняка из очень плотной ткани. Он еще с вот этой выкройкой, которая перетягивает все назад. Одежда Балинсяга очень часто неудобная. Особенно вот какая-то такая затейливая. Поэтому повторять опасно, но Total Black отличный прием. Можно его взять за основу каких-то своих луков. Так, следующее у нас. Ой, как красиво. Единственное, знаешь, большая проблема. Очень красиво, но еще было бы красивее, если бы Ксения все интервью стояла. Потому что платье с очень сложным лифом, видишь, там как некрасиво вот здесь на груди. Я из-за лифа тебе его и подготовила. Да, вот оно вот прям, это вопрос к профессионалам, к стилистам. Есть вещи, которые хорошо работают в полный рост, когда звезда стоит. Есть вещи, которые хорошо смотрятся, когда человек сидит. И вот это тот случай, когда лук прекрасный, просто, просто, ну, изумительный, Собчак великолепно выглядит. Но это платье для выхода в свет. Также мы с тобой два года назад комментировали лук Тины Канделаки. Я свеженький тебе подготовила. Скажи, что-то изменилось за два года? Мне нравится Фуксия с черным, ну, и сумка Келли To Die For. Так что все хорошо. Что-то, короче, в этом году ты очень добрый. Ну, почему? Ну, это правда хорошо. И причем, если мы сейчас будем говорить про стилистические приемы, вот здесь много чего я могу порекомендовать, повторить. Фуксия с черным выглядит хорошо. На Тине красивые черные сапоги с высоким голенищем, которые можно вписать и в драматичный лук, и в какой-то более лук простой. Красивая черная юбка, возможно, это даже Прада с такими клиньями. Ее можно будет и с серым трикотажем носить, и с грубыми ботинками. То есть на ней вроде бы яркие вещи, драматичные, и при этом они вместе хорошо смотрятся, будут хорошо смотреться по отдельности. Так что здесь к Тине вообще вопросов не имею. Ни одного. Мы в прошлом году еще комментировали Ирину Шихман, а в этом году мы узнали, что она тут оказывается подопечная Лико. Прием, который я не люблю, это пиджак, жакет, поверх которого ремень, и вот здесь мы видим зеленый жакет с этим широким ремнем. Ну, не знаю, как это в полный рост смотрелось. Может быть, хорошо, но я вообще не рекомендую жакета подпоясывать. Ничего в этом хорошего нет. Все думают, что они фигурку подчеркнуты. На самом деле все это вылезает, она бы села, и все вот это вот вылезло бы, и держать это сложно. В общем, я бы не рекомендовал. И в этом случае я бы пальто на плечи набросил. Тогда бы шире раскрыла здесь вот эта полоса. Ну, они же шли недолго по улице наверняка. И красиво были бы видны рукава жакета. А то, что касается Олеси Кафельниковой, тебе нравится то, что он делает? А он ее одевает тоже? Да, да. Кафельникова мне нравится. Я прям даже с ней познакомился бы, мне кажется, она крутая. Опять-таки, это и параметры модельные, и лицо у нее супер, и вот есть вот этот вайп такой, рук-н-ролльный, с которым очень классно работает. Это какая-то мозг какая-то у нее внутренняя. Вот я думаю, что она, конечно, супер. Вот нужно, чтобы Олько с ней не прогадал. Так, и у нас парочка новых героев. Я уже вижу. Елена Блиновская. Ну, потому что, если уж кто-то и был за прошлый год ньюсмейкер, ну, просто этот год, он такой непоказательный в свете всех событий. А в прошлом году, если и был ньюсмейкер, очень сильно повлияло, так скажем, на общественное сознание от Елены Блиновской. Ну, во-первых, скажем так, Елена поддерживает российского производителя, потому что она в костюме Maison Bogiemique. Я посмотрел на рукаве, нашивочка есть. Кстати, один из моих любимых российских брендов, локальных. Но я бы здесь переделал прическу. Очень широкие плечи, волосы упали все на жакет, и получается, что нет силуэтности. Еще и жакет такого достаточно прямого силуэта. Я бы убрал волосы наверх или нехорошо с убранными волосами. Заодно очень красивый лифтинг был бы. И я бы этот топ кружевной заменил бы вообще на майку-алкоголичку, классную сумочку в руки и белые кеды. И будет супер. Кто там напоследок у тебя? Киркоров в Дольче Габбане. Я считаю, что Киркоров вообще бог моды. Понятно, что он очень буквально все транслирует. Ну, вот, то-то луком, я хочу то-то лук. Киркоров хочет купить себе кутюрное пальто баленсиага за 30 тысяч евро. Вот Киркоров тоже в это играет. Это его право играть в моду так, как это он делает. Мне нравится, что Филиппу отрастили его волосы. Мне нравится, что он сейчас седой, потому что я тоже. Но я бы чуть-чуть покороче сделал стрижку. Очень уж длинный у него вот этот чуб. И здесь он еще и кудрявый. Это очень буквально. Но я так понимаю, что он здесь на мероприятии Дольче Габбана. И, конечно же, он должен был всем показать, что я тут король. И он здесь во всей своей красе в этом пиджаке. Вот размерчик побольше бы я порекомендовал и в брюках этих из парчи, и вообще все лучшее сразу. А потом этот пиджачок надеваем с футболкой, джинсами и кедами, и он будет смотреться очень даже ничего. Я боюсь тебе давать там лук, знаешь, там Путина в Лоропьяно на Лужниках. Мне кажется, это будет... Прекрасный лук. Лук супер. Ну, а зачем обсирать? Пусть все подумают и трогав шел, будет всех обсирать, а он всех похвалил. Сейчас время объединяться. Я бы очень хотел, чтобы наша модная индустрия, которой так или иначе мы много сегодня посвятили времени и вообще только ей времени посвящали, наконец превратилась из тусовки, причем клановой. У нас очень много кланов, из одного клана в другой не перейти, ты из этого клана тебя не позову, а ты не в моем клане, с тобой нельзя здороваться. Чтобы кланы наконец исчезли, может быть, даже пусть и остались бы, но все поняли, что есть какая-то общая глобальная цель, ради которой можно объединиться, когда можно друг другу помогать. Поэтому я правда искренне считаю, единственной адекватной пока инициативой, которая была сделана локальной тусовкой для русской моды, это Blueprint Store, которую организовал Blueprint. Единственная пока адекватная альтернатива. Ну, у нас видишь, как сегодня даже в нашем выпуске, глянец, и вы целико, и все вместе. А когда бы такое раньше представить можно было? И дай бог ты тоже станешь вот этим еще одним мостиком. Я правда считаю, что нужно объединяться, что нужно что-то придумывать, что нужно что-то делать, нужно поддерживать. И вот хотелось бы вот таких инициатив больше, чтобы что-то произошло, чтобы перестали смеяться над некой нелепой неделей моды, а собрались бы, да и ее сделали. Что мешает тем же самым классным новатором из Blueprint объединиться с тем же самым Шумским, скажут, ребят, давайте забудем, что вы делали это, мы делаем это, объединяемся и запускаем большой формат, классную неделю моды, локальную. И неделя моды это не праздник. Неделя моды это профессиональное мероприятие, профессиональное событие, на котором бренды показывают свои достижения, потом они работают с байерами, имеют доступ к точкам продажи, производят это все в партиях, продают, а потом наступает новая неделя моды. У нас неделя моды это праздник счастья, радости и бокала шампанского. Все пришли, посмотрели на шоу, что с ним дальше, куда пошел этот дизайнер. В общем, я хотел бы, чтобы все объединялись, максимально разносторонние люди из разных кланов, из разных тусовок соединялись где-то кем-то. Вот нам нужен какой-то мессия. Я не знаю, кто будет этой мессией, который со всеми вот на короткой ноге. Вот ты знаешь такого человека? Кто бы это мог быть? Ну, кстати, нет, я не знаю такого человека. Условно, им могла бы быть Маша Федорова когда-то. Но она же им не стала, и она, наверное, не хочет. Вот кто-то такой. Ну, как Анна Винтур, которая на Медгала... Да, да. То, что кто на Медгала был? Там и тиктокеры, и какие-то инфлюенсеры, и там же суперзвезды, и там же представители высокой моды, и они все туда идут, и всем там есть место. И вот кто-то, вот этот вот, какой-то человек, условный Шумский, ну, понимаешь, к нему же... Ну, нет такого доверия. Уже не то, да. Долецкая, наверное. Долецкая. Я так понимаю, что Шумский что-то такое пытается сделать. Вот эта неделя моды в Заряде. Я открыл сайт, и там реально какие-то люди, и байеры Леформа там у них в жюри, и Оксана Бондаренко, и Шумский сам, и еще какие-то люди совершенно полярные. Но я не понимаю, что они сделают. Как тебе кажется, проблема ли то, что мода становится такой политизированной? Ситуация, которая произошла с Шанель, которая заставила наших в ярости девушек резать эти сумки. Как тебе кажется, это такая пена дней, это пройдет, или этот тренд будет нарастать, и мода, и политика станут настолько неразделимы, насколько вот это в последнее время приобрело какие-то новые для нас масштабы. Это новый виток культуры отмены, по сути. По сути, да. Но смотри, тренд, он тогда тренд, когда это восхваляют, или там возносят, или на это обращают внимание. Если мы перестанем обращать внимание на разного рода выпады, тогда есть меньше вероятности, что это станет трендом. Я не из тех вообще, в принципе, людей, которые, как бы только какая-то новость, и они, значит, приняли какую-то позицию, они в ярости начинают печатать в Инстаграм, потом это удалять, потом, значит, кто-то пытается скринить, тебя обвинить, начинается адский срач. Я против вот такого рода трендов. Для меня это антитренд, это плохо ударяет по имиджу, это плохо ударяет по репутации, и это, в принципе, ничего не меняет. То есть я за то, чтобы наблюдать со стороны, что будет происходить. Слушай, нет, но мы же с тобой оба запостили информацию в Телеграм. Про Блинсяга? Про Зара, которая откроется к 1 мая. Мы такие с тобой увидели. Я еще позвонил, значит, узнал, я все перепроверил. Мне мои подписчики прислали, я зашла на сайт, тоже проверила, а потом мне сотрудники инди-текса написали, Надя, файл-старт, не надо, удаляем. А мы с тобой, ну, настолько, видимо, нас с тобой захлестнули эмоции, да, что Зара все-таки возвращается. Просто Зара была действительно отдушиной многих людей, и моей в том числе. Туда приходишь, находишь классные позиции. Почему бы нет? Если говорить про мировые бренды, которые вот так вот встали в определенную позицию, ну, слушай, это их позиция. Тут как бы спорить с ними, в стенку. Я за то, чтобы воспринимать это как шанс и что-то менять. То есть я, когда происходит проблема, я никогда не концентрируюсь на проблеме. Я всегда пытаюсь найти задачу, способ ее решить. Так во всем. Но должна ли, на твой взгляд, мода быть настолько политизированной? Настолько, насколько на Западе, на мой взгляд, я не могу тебе сказать, что не должна, но не должна. Нет, на самом деле не должна. Я считаю, что нет, такое быть не должно. Но это их позиция, это их политическая игра, это их мнение, мнение их бренда, мнение их хед офисов. Если они так решили, значит, в их понимании так, наверное, должно быть. Я не могу никогда на это повлиять. Я могу наблюдать со стороны. Если напишу адский комментарий под Шанель, что там сдохните или умрите, от этого я ничего не поменяю. Только испорчу свои отношения, покажу свою позицию, которая никому не нужна. Все решили за нас. Если вы думаете, что вы комментарием что-то поменяете, я думаю, что вы заблуждаетесь. То есть, ну, это лишние какие-то инсинуации. И, понимаешь, если бы это было бы каким-нибудь классным, позитивным трендом, вот у нас закрыли Шанель, а давайте сделаем из Твида что-то крутое, например, условно, Твида, это же материалы, вы же не запатентовали Шанель, условно, и можно пользоваться. Из Твида можно делать разные другие позиции, не повторяя Шанель. Я просто не люблю вот это вот, давайте, значит, резать сумки Шанель. Ну, как бы, а что ты изменишь? Ну, ты порезал сумку Шанель. Поддержал этот тренд. Это их, опять же, мнение, но все в жизни относительно. Завтра, значит, cancel culture придет к тебе и обосрут тебя. Политика-политика, а простые люди, которые никогда не интегрированы глубоко в настоящие мотивы всех мировых политиков, они в этот момент страдают, они не могут друг друга обогащать, да, культурно. С одной стороны, конечно, круто, если у нас случится, да, это все импортозамещение, и появятся крутые русские бренды, и индустрия будет развиваться, но с другой стороны, конечно же, людям плюс-минус интегрированным, да, в эту индустрию, как мы с тобой, будет, ну, сложно от того, что мы к брендам, к которым мы привыкли, которые мы любим, и мы не будем иметь доступа, и что в квест превратится вообще любой шоппинг. Я придумал. Культура принятия. Есть культура отмена, есть культура принятия. Давай так. И от нас с тобой зависит в том числе, как быстро русские бренды смогут встать, встать в строй. Мы все прекрасно понимаем, что за брендом, бренд, когда мы что-то хотим не просто потому, что это хорошего качества. Бренд, он дает вот это ощущение того, что ты можешь себе позволить, что ты привилегированный, да. Но это все формирует что? Маркетинг. Я поэтому тебе и говорю, что маркетолог это не только человек, который будет тебе говорить, отшиваем красные платья, это сейчас модно, это купят люди. Это человек, который знает хорошо культуру. Вот эта вот легенда, которая создается либо вокруг персоны, либо вокруг бренда, она по сути порой бывает больше, чем все остальное. А знаешь, почему нет этого маркетинга? Потому что у нас люди, которые, условно, медийные люди, например, есть маркетолог, есть медийная личность. Так эта медийная личность, она неуправляема во многом. Потому что на Западе это как машина работает. А у нас ты выставила что-то в Инстаграм, обосралась, и понимаешь, да, чем я? И потом думаешь, ёб твою мать, как мне загладят эту вину. Так звоню своему пиарщику, сейчас все решим, разрулим. Так быть не должно. Все должно работать как на Западе, как часы. Я видел, как там работают люди, но это как каждому показу, каждому выходу, звезды, определенные, то есть папарацци, где они должны стоять, не должна стоять звезда. Многие фотографии, которые мы с тобой видим, якобы сделаны папарацци, иначе восхищаемся, значит, звездами. Это все инсценированная постановочная история, понимаешь? Правильный маркетинг. Так давайте создавать этот маркетинг, если мы не можем найти маркетологов, давайте делать это сами, с уважением относиться к своим брендам, в котором мы работаем, правильно их позиционировать, правильно себя позиционировать в этих брендах и развивать огромную российскую культуру. Спасибо тебе огромное. Я настолько получил удовольствие, я сказал все, что я хотел. Вот знаешь, то, что мне конкретно глянец тогда давал, мы сегодня сказать, это обсуждали, это вот принадлежность вот к этому, ну вот этот лайфстайл, я не знаю, что еще это может дать. Ничего. Когда ты можешь вот прям прикоснуться к великому, к прекрасному, к чему-то вообще вот такому. Лагердфельд, боже мой, Моника Белуччи, все, ты видишь этих людей, это, конечно, потрясающе абсолютно. Это наркотик, на который, собственно, и подсаживаются эти люди. так и сказала Катя, что это наркотик. И действительно, когда это все схлопывается, как Тего Ранин сказал, что это твоя мечта просто. Это так и есть. Но также я с тобой согласна, что все, что происходит, имеет какой-то смысл. Это, наверное, нам повод всем задуматься. Значит, будет что-то другое, будет как-то иначе, но как-то будет. Это, я говорю, да, лето, вот может быть, бренды начнут возвращаться, но в целом все, что происходит сейчас, это надолго. Это надолго, это наша новая, вот такая реальность, без глянца, без привычных соцсетей. Хотя я почему-то верю, что Инстаграм простят, и в какой-то момент он вернется. Противоречия наколены, часто принимаются такие дурацкие решения, и дурацкие со всех сторон. Конечно. Потому что там тоже действительно было основание так поступить. Я надеюсь, наш ютубчик-то пока поживет. Я мыслю позитивно. От тебя, от меня лично ничего сейчас не зависит, от нас зависит только наше личное эмоциональное состояние. Ты работаешь, получаешь удовольствие, я работаю, получаю удовольствие, я забиваю это пространство, освободившееся вот этими делами. Все будет хорошо. Наша задача, как говорит моя мама, сынок, мы все сейчас просто должны делать свое дело. Я врач, я буду лечить, ты должен делать красивых людей, ты должен делать контент, к которому люди привыкли, ты должен делать то, что ты делаешь хорошо. Это все, что мы можем сейчас делать. Все. Так, все, сейчас я запишу кружочек. Всем приветики. Ой, какой он помаженный. Всем приветики. Я пропал, потому что я сегодня в компании с Надеждой Стрелец снимал, ну как снимал, снимался в материале, который Надя готовит про индустрию моды и в материале буду не только я, скандальненько что-то планируется. В общем, следите за новостями, совсем скоро все выйдет. Экспертненько, а не скандальненько. Да, экспертненько, а как вы поняли, я же выпил шампанского. Все, чао. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok